Давайте сразу ограничим количество комментариев по типу, кто она и почему я должен тратить на неё своё время. Развитая медийка даёт тебе больше возможности реально заниматься твоим любимым делом по итогу. Это чистой воды, просто инфо-цыганство, которое вообще ничего не имеет общего с настоящим продакшеном или чем-то таким. Даже послушав ваши подкасты, все они сводятся к тому, что почти все говорят, что... Чуваки просто загибают цены и делают полное говно. Это же гениально! Мы все устали, мы все знаем, что это такое. Заходи, поболтаем. Я вчера от воду рассказывал, с кем мы будем писать. Он тебя смотрел, знал. И у нас вот только вышел выпуск с Brickspacer, который очень бомбанул по комментам. И он говорит, что, о, прикольно, вот ты это, Brickspacer, наоборот, такой правильный CG-блогер. Блин, интересно, интересно. Подождите, мы уже начали писать. Я просто, ну, как правильный CG-блогер, я смотрела кучу ваших подкастов. Давайте сразу ограничим количество комментариев по типу, кто она и почему я должен тратить на неё своё время. Да, давай, расскажи, пожалуйста, кто ты. Я? Блин, где-то я просчиталась. Ладно, расскажу про себя. Окей, я самый что ни на есть CG-дженералист, в плане, что я делаю всё подряд, связанное с CG-шкой, и веду об этом блог на Ютубе. Ну, и вот, Артики делаю. Работала в концепт... Работала в концепт художники, да. Работала концепт художником в кино, в 1-2-3 продакшн. Целых три месяца я считаю, что это успешный опыт, могу об этом теперь всегда говорить, да, я работала. Но, если что, они меня уволили, я сама уволилась. Из-за того, что я решила, что я буду вести Ютуб-канал и не работать в студии. Ну, в общем, короче, опыт работы какой-то есть в индустрии, но так, в основном, вся моя деятельность направлена на создание какого-то контента, какие-то коллабы, какие-то артики. В основном это 2D-арт, то есть я мало занимаюсь синематиками, потому что это вот последние месяца два я пытаюсь какие-то видосики делать, VFX-ики. А так, в основном, это именно 2D-картиночки, вот. В общем, фоткаю, рисую картиночки, иногда монтирую видосики. Наверное, у меня есть какие-то в этом успехи, потому что у меня там на Ютубе больше 100 тысяч подписчиков. Можно на нашем канале это не произносить, пожалуйста? Блин, ну, на самом деле... Вот ты здесь сейчас, мы это ведем лет 5 уже, регулярно, еженедельно. У меня тоже канал 5 есть. Да, у нас интимный подписчик. Я тоже веду 5 лет регулярно, еженедельно. Просто у меня есть четкий ответ, почему у вас не 100. А ну, хоть у кого-то он есть, господи. Нам нужно знать. Да, пожалуйста. Понимаете, невозможно среди сиджишников набрать 100 тысяч подписчиков. Если ты хочешь больше, тебе нужно более широкий какой-то контент обхватывать. И то, что вы берете сиджишников из разной сферы, это вряд ли будет интересно рандомному человечку смотреть, который, ну, не знаю, работает программистом, он придет смотреть ваши подписчики. Мы дождемся, пока родится миллион сиджишников. Мы подпишем каждого. Мы создадим петицию, что каждый родившийся сиджишник должен быть подписан. Должен подписаться, да. Я как раз, я считаю, что мой контент, он прождает сиджишников в будущих, потому что, мне кажется, я завлекаю какую-то аудиторию, там, ребят, которые в школе, которые постарше, привлекаю их к 3D. Вот, я буду продолжать работать, короче, чтобы вам проставлять аудиторию. Да, мы, когда мы рекламируем наш чат, мы говорим, что у нас чат с уставшими сиджишниками, с теми, кто уже поработал и снял розовые очки и уже устал от профессии, так что welcome, да. Жестоко. Да. Не уверен, что так нужно рекламировать чат, типа, вступайте, у нас там тухленько. Ну, потому что часто завлекают, если ты хочешь быть, там, классным, вот, приходи в нашу профессию. Так, вот так не надо. Мы тебя научим, там, или там будут такие же молодые, как ты, у вас там все общие интересы. Нет, у нас уставшие люди, те, кто на самом деле давно работает в кино, мы все устали, мы все знаем, что это такое, заходи, поболтаем. Блин, про давно, я недавно почувствовала себя очень старой, потому что мне все чаще начали, там, писать или комменты, или кидать донаты. Да, я понимаю, вам больно, вам больно сейчас про старость, но вы не такие старые, не надо. Мне просто 23, и меня в последнее время прям засыпают комментами, типа, спасибо за детство. Я бы посмотрели только, блин, почему? Это очень необычно. Обычно это пишут людям, которые занимаются немножко не этим. Блин, ну. Чуть-чуть. Ну, тоже снимают видеоконтент. Саша. И тут он, Лифанс, да, пошел. Понятно. Ну, нет, я просто это видел как раз в комментариях у вот знакомой 8, считаю, его лучшей подруги. У кого? У Евы. А, там у нее комментарии, типа, спасибо за детство и все такое. Это ты это так назвал. Ладно, нет, ну, у меня в плане, что там пишут чувачки, типа, вот, там, благодаря твоим роликам заинтересовался 3D-шечка, а теперь вот работаю там в гимн-дэйве. И это очень классно читать. Да, это очень круто. Потому что это то, ради чего я существую, наверное. Ты, во-первых, немножко преуменьшила то, что у тебя около 100 тысяч, там, их 130. Может быть, сейчас. Это сильно больше, сильно больше, чем... Так мы радуемся каждой сотне наших подписчиков. Мы угораем, мы правда угораем. О, сейчас брейкспейсер выйдет, еще человек 20 подпишется. Да, да, да. Я не фосну, еще 20 подпишется. Ну, понятно, что это разные сильно аудитории, что мы как-то вообще никак не пробуем расширять ее. И мы там, типа, на людей, которые давно работают в индустрии, которые понимают наши слова, которые мы можем внезапно сказать, и не пытаемся завлекать незнакомых с индустрией людей. Так что это да. У тебя сейчас такая немножко череда похвал. Очень крутой канал. Ну, типа, вот для той аудитории, которую ты делаешь, я тебе это вроде и так писал. Ты меня сейчас засмущаешь. Ну, не, правда. То есть я, естественно, видел англоязычные какие-то похожие, там, связанные с блендером, не только с блендером. Но, типа, на русском языке такой... Ну, во-первых, то, что это выходит постоянно. Это очень клево. Мы сами это поняли на своем подкасте, что самое главное, как бы ни не хотелось, но нужно выпускать что-то каждую неделю, и тогда это будет работать хоть как-то. Вот. Так что это очень клево. Очень крутой канал. Я могу рассказать, как я наткнулся на твой канал. У нас есть общий аккаунт нашего подкаста в Ютубе, и кто-то, видимо, с нашего аккаунта подписался. И я делаю апплот, и случайно зашел в подписки, и такой, о, а там не так намного каналов подписано, потому что это чисто технический канал. Там, видимо, все твои стримы, потому что больше ни на что канал не подписано. Такой, ну ладно, тыкну. Ну, вроде ничего, ладно, можно и поработать под это. Поработал. Да, мне тоже понравилось, классно, очень приятный канал, очень приятно слушать. Блин, на самом деле... Хорошее фоновое заполнение. Довольно редкое мнение от чуваков, которые в индустрии, потому что, ну, не знаю, у меня немножко повернутое мышление в этом плане, потому что комменты я читаю, и я читаю очень много говна, особенно тех, кто считает себя профессионалами. И это сейчас очень приятно, на самом деле, слышать. Это просто на фоне того, что мы однажды проводили расследование, кто с нашего канала смотрит близкие к гей-фитнес-видео. На фоне этого всего. Мы все-таки решили сюда тему EO. У нас у пяти человек есть доступ к нашему Ютубу, если я не ошибаюсь. И кто-то нам насерил в историю просмотра. Кто-то это смотрел, да. Мы никогда не узнаем, правда, мы никогда не узнаем. К сожалению. Это же надо сопоставлять с инстаграмами людей, кому это может быть интересно. Вау. И еще, кстати, ты сказала интересную штуку про то, что ты решила уйти с работы. Ну, типа, ты работала в студии и в, я не знаю, как давно, кстати. Это год назад было. Один-два-треть работала. Вот мы, кстати, сейчас Илья Шутова на проекте вчера буквально виделись. Короче, на самом деле, во-первых, это была очень смешная ситуация, как я туда устроилась. Это была абсолютно смешная ситуация, потому что я, ну, я не думала, что меня когда-нибудь позовут в студию. Я никуда резюме ничего не раскидывала. Я не искала никогда работу в студии. И мне просто написали на почту, сказали, вот, я продюсер 1-2-3, нашли твое портфолио на стейшене, нам, типа, понравилось, пойдем к нам. А я, ну, я на почте тоже много фигни вижу. Я подумала, это скам. Это кто-то хочет меня пранкануть, чтобы я зашла с вебкой на собеседование. Они зарофлили надо мной, а потом в интернеты выложили. Я думала, что это будет так. В итоге, а, я еще потом думала, что это скамерская ссылка на Zoom. Вот. Я в итоге заходила с инкогнито, вообще с ноута, без вебки. Оказалось, это реальное собеседование. И там сидят чуваки, короче, вот в этой переговорной, с вебкой, продюсер, арт-директор, еще технический лид, сидят на диване, у них там лого. Они такие, привет. И ты сразу такая, ага, попались лохи, не дамся. Да, так и было примерно. Ну, в общем, как-то я так случайно устроилась. А тогда, получается, монетизацию отключили. Многие мои рекламодатели иностранные, они забили. Многие мои деньги с коллабов иностранных, они зависли. Я надеюсь, это не слышно. Ну, ладно. В общем, короче, многие рекламодатели отвалились. Многие коллабы отвалились. Деньги все мои зависли с проектов, мне никто их не вывел, все мои счета заблочили. Прям вот так вот, секундно, можно сказать. И я такая, блин. У тебя уже был YouTube на тот момент, потому что это было год назад, а YouTube у тебя лет пять. Да, да. То есть у меня был YouTube-канал, у меня было где-то 70 тысяч подписчиков, может быть, 80, вот около того. Ну, типа, я зарабатывала нормально, но когда все это отвалилось, доходы, конечно, сильно просели. Вот. И я немножко переживала, а тут такое предложение, я решила согласиться пойти работать. И в итоге, я пока работала, я все еще пыталась совмещать. То есть я сразу говорила, что я не хочу забивать на YouTube. Но оказалось, работать в студии, типа, восемь часов в день, пять дней в неделю, ездить в студию. При том, что мне ездить 20 минут, то есть я довольно близко к ней живу. Мне реально повезло в этом плане. 20 минут я в студии, прямо от двери. Но это просто стало невозможно. То есть я под конец трех месяцев, у меня синяки под глазами, я вообще вся опухшая, уставшая. Я уже не знаю, когда я сплю, не сплю, там, я прихожу с работы, сижу, записываю видосы. Потом уставшая монтирую, сплю, там, четыре часа максимум, иду опять в студию. Короче, меня это так, не знаю, ну, в общем, меня это очень сильно расколбасило. Вот так, скажи, какие слова прикольные придумала. Я решила, что невозможно совмещать, и как-то, да, короче, как-то это было просто физически тяжело. И тут стал выбор, а что вот я хочу в студии работать, или дальше свой блог вести. Я подумала, 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 решила, что всё-таки лучше упор делать в свою штуку, чем работу в студии. Тем более за вот время, пока я работала, я как-то, ну, немножечко стала поувереннее в себе с точки зрения того, что, оказывается, я что-то умею с точки зрения работы. Если что, я найду работу, то есть я не пропаду в любом случае. И как-то попроще было это решение сделать. Так что, вот. Но опыт в студии, он даёт такое. Ты как раз понимаешь, что ты можешь себя с кем-то сравнить. То есть не просто в интернете, потому что там всё более абстрактно, а вот прямо здесь сейчас ты приходишь в студию, работы, которые ты знаешь, там всё равно какие-то усреднённые есть специалисты. Ну, да, да, и ты можешь себя как-то сопоставить. Понять, вписываешься ты в это, не вписываешься, там, далеко ты от этого, близко от этого. Мне, на самом деле, было интересно в целом, как всё это работает. То есть из-за того, что я видосики записывала на YouTube, я в целом никогда не задумывалась о том, как работает кинопроизводство, там, какой пайплайн у ребят, почему там сначала концепт-художники, потом 3D-шники, потом это какие-нибудь мудпейнтеры или уже композеры, как это всё связано. И вот я буквально, наверное, все три месяца я сидела и впитывала, я там ходила, пыталась со всеми болтать, доставала 3D-шников, короче, доставала мудпейнтеров. Просто мне было вот интересно понять, что вообще происходит, как это всё делается. Так что опыт реально классный. И мне кажется, я с курсов, с каких-то самостоятельных попыток чего-то изучить в фотошопе, в том же, я узнала намного меньше, чем за 3 месяца работы. Вот. Ну да, make sense, make sense. Мы с таким графиком... Ладно, я не буду сравнивать. Вы живёте с таким графиком? Конечно. Я не знаю, как Саша, как твой Саша... Что у меня с графиком? Ну, ты больше 3 месяцев на работе уже работаешь. Ну, в целом, чуть-чуть подольше, да. Хватает времени на всё? Хватает времени вести свой популярный канал? Конечно, да. За сегодня это, между прочим, второй подкаст, который я записываю, поэтому... Ничего себе. Знаешь, в целом хватает. Ну, я не знаю, кстати, я на самом деле уже так давно в этом, что не понимаю, как можно по-другому... А я расскажу главный секрет, ты привыкаешь однажды. Ну, типа того. Ну, я не могу сказать, что у меня там какие-то безумные переработки есть или что-то такое. Типа, ну, у нас были дедлайны, типа там январь и чуть-чуть февраля. Ну, это такое. Это у нас случается очень редко, потому что проекты обычно супердлинные. Там, вот, который мы сейчас сдавали, он больше двух лет у нас был. И, ну, раз в два года как будто это нормально. А в остальном, да, не могу сказать, что у меня как-то сильно страдает там жизнь из-за большого количества работы, потому что, ну, я работаю обычное время, там, часов семь, шесть, восемь, когда-как. Ну, я когда в студии работала, я не могу сказать, что я в студии там задерживалась допоздна. То есть, у меня тоже были моменты, что, например, вообще тасков нет, и мы там сидим неделю, просто ничего не делаем, потому что нет тасков. Но просто ты сидишь в офисе, я не могу, например, параллельно видосы свои записывать. А записать, например, подкаст, это все равно немножко не то, чтобы, типа, сделать какой-нибудь арт, или неделю покопаться в софте и сделать видос про это. Да, конечно. Просто это больше времени занимает, скорее, в этом плане. Да, ну, подкаст вообще ничего не стоит, просто время записи, и все, на самом деле. Ну, монтаж, ну, вы не сами монтируете, да, у вас кто-то на монтаже. Просто у меня нет монтажера, у меня нет там сценариста, ничего, вот. Я пыталась найти монтажера себе, но я столкнулась с удивительной вещью. Оказывается, чтобы смонтировать смешные видосики по блендеру, нужен монтажер, который шарит в блендере и шарит в монтаже. А иногда, ну, это не очень часто стакается, и найти, ну, довольно проблематично. А еще, чтобы он в фотошопе шарил и в блендере сразу. Но это как будто бы какая-то грань невозможность. Да, да, чтобы какие-то прикольчики делать на монтаже, нужно понимать, что ты хочешь сделать. Тем более, когда это связано со в Томске. Я вот первые пару сезонов подкаста, по-моему, монтировал сам. Два, три, не знаю. До того, как Настя пришла. И тоже было не так просто отпустить, потому что сначала ты как... Нет, подожди, что ты врешь? Что ты врешь-то? Аудио подкаст у нас монтировал Влад почти все время. А, вот до него, значит, я монтировал еще. До Влада. Когда видео появилось сперва... А, ну да, наверное, видео немного ты монтировал. Потом мы начали все Денису отдавать. Вот, я просто помню, что когда я начинал резать, я тоже столкнулся с проблемой, что сложно делегировать, потому что вот здесь фразочку я подрезал, чтобы хорошо слушалось. Вот здесь, здесь вот говняшку убрал. А потом, когда ты чью-то работу берешь, такой, блин, я бы это вырезал, я бы это все... Но потом я просто в какой-то момент отпустил, потому что, ну, блин, да разговор, какая разница. У нас вот уже почти 200 подкастов. Сколько у нас их? Я не знаю. Ну, точно больше 150, 180, может, какие-то, или неважно. Ну да, 186, мне недавно плейлист попадался. В таком огромном количестве часов разговора пытаться каждый чих правильно или неправильно вырезать, ну, это буллщит какой-то, поэтому... Ну да. Тем более никто их не слушает внимательно, там их слушают как-то фоном, если слушают. Ну да, но ты когда только вот начинаешь делать проект, этот проект будет идеальный. Вот первый выпуск, первый подкаст, я там чуть ли не придыхание все вырезал лишнее. Не то, что неудачные шутки. Как будто бы в CG-таком блогинге делегировать в целом сложно. То есть, если мы рассматриваем любого YouTube-блогера, рано или поздно, если это не лайв-контент, он начинает делегировать, например, сценарии какие-то, идеи, там, все ему помогают, обложки ему делают. А когда ты сам такой, типа, CG-шник, ты сидишь и такой, блин, ну, вот кто мне напишет сценарий? Зачем мне писать сценарий, если у меня видосы, там, разговорные, и я рассказываю, как я работу сделала? Кто-то за меня сядет, напишет, как я ее сделала, что... И это очень странно. И приходится самому все это делать. Ну, я не жалуюсь, мне нравится, как бы, я кайфую с этого. Но, типа, это, наверное, мешает какому-то такому расширению и увеличению оборотов производства, так сказать. Потому что, ну, ты тратишь время свое на все это. Так что сложно совмещать. Это, кстати, к разговорам о том, что в последнее время у меня почему-то как-то круг общения увеличивается. Все вот разъехались, теперь все в интернетах, стали как будто бы чаще общаться, чем раньше. И мне пишут там ребята, которые классные CG-шники, там работают в топовых студиях, и они говорят, вот, хочу канал вести, расскажи, как. И когда начинается какое-то обсуждение, ты понимаешь, что человек, ну, не готов каждую неделю что-то делать, каждые две недели. И вот это большая проблема, потому что блок – это то, что он будет прям как работа отнимать у тебя силы. Если пытаться совместить, это, ну, мне кажется, невозможно. Я не видела ни одного, вот реально, не видела ни одного примера. Человек, который работает в студии, прям каждую неделю фигачит какой-то контент. Ну, вот не считая вас, но этого подкаста, наверное, это немножечко не совсем, как бы, именно блогерство с точки зрения производства контента какого-то. Ну да, безусловно. Ну, вот мы уже обсудили, что это сильно проще, тем более, если не мы это монтируем. Поэтому, условно, нам это стоит, мне, может быть, поменьше, 8 еще что-то там с оформлением делает и постит это все, поэтому… У меня в среднем как будто бы… Я не знаю, сколько сейчас, но, по-моему, в прошлом году часов то ли 4, то ли 8 в неделю. 4, наверное, 4 у меня занимали подкасты. А, наверное, с записью 8 было. Или 4. От 4 до 8, короче, часов в неделю на подкасты ходят. Не так много, это уже на потоке, потому что… Рабочий денечек. Да, да. Потому что я помню, опять же, монтаж выпуска у меня занимал часа 3-4, только монтаж, когда я монтировал. Ну да, еще, наверное, рендер, потом простой комп стоит. Ну, там не так долго, да. Но это каждую неделю регулярно, с этого нельзя там слиться, скипнуть как-то это. Иногда ты побольше делаешь про запас контента. Потом еще начинается планирование отпусков, такой, блин, хочу отдохнуть, нужно заранее там на месяц наделать видосов. С этим нет проблем. Потому что почти нет отпусков. У меня впервые за 3 года будет отпуск, когда я куда-то поеду. И это будет впервые, вообще, моя первая поездка за границу и практически первый полет на самолете. Я, не знаю, я боюсь, что я в целом не длечу. Не доеду до аэропорта, потому что я не умею ездить в аэропорт. Мне кажется, я потеряюсь. В первом полете на самолете или, как и в любом остальном, главное подобрать правильную песню на взлет? Не ошибись. Что посоветуешь? О, я посоветую, у меня тут есть. Я в своей телеге уже написал. Я вот собираю на концерт корн, поэтому мой совет не будет хороший. Вот у меня там 40 баксов уже. В монитор, если деньги кину, подойдет? Нет, подпишись на мой телеграм-канал, там есть ссылка, и там можно в монитор кинуть. Саша мой топ-донатер, кстати. 20 долларов скинул. А куда ты прилетишь? Нет, ну после этого точно фонарк нужно по-моему нарисовать уже. Хорошо, только, пожалуйста, чтобы это был ЕОЙ. Что это? Ты прям так хочешь ЕОЙ добавить в название выпуска, да? Это просто будет... Если кто-то узнает, что это, то это тогда будет суперпопулярным, надеюсь. Куда летишь? В Японию. У меня в целом... Я когда думала, куда я вообще хочу, почему и для чего, у меня единственное желание – это Япония. У нас, у меня соседи сверху летят через месяц в Японию, я их ненавижу, я хочу, я даже не... Конечно, все, потому что сейчас, наверное, проще всего из России попасть в Армению, а потом в Японию, все летят в Японию. Появились очень дешевые перелеты через Китай, это, наверное, один из единственных... Ну, точнее, получилось, что билеты сильно дешевле. Если раньше там 1200 слетать, то сейчас, типа, 50 туда-обратно, класс. Ну, да ладно. Это очень клево. Ну, и там с визами я слышал, что их, типа, сейчас суперпросто делают, там чуть ли никакие доказательства не нужны, что ты там не собираешься... Просто приходишь, даешь паспорт, и тебе визу, по сути, оттуда. Не так, конечно, но это было легко, реально легко, и очень быстро сделали, и бесплатно. Ну, вот, я про то, что бесплатно в целом, огромный плюс этого. Япония, кайф. Ты будешь делать контент заранее и выпускать его? Да. Ну, я планирую, у меня, получается, это май будет. Как раз-таки я там поеду на две недели, потом у меня день рождения, и я вот решила, что в апреле сделаю там на май сразу заготовочки, чтобы в мае вообще ничего не делать. Я не знаю, насколько это будет возможно, потому что, ну, помимо блога, я еще иногда так заказниками балуюсь, и от некоторых заказников сложно прям на месяц оторваться. И вот тут вопросик, получится ли у меня прям месяц без компа провести. Ну, хотелось бы такой экспириенс ощутить. Наверное, прикольно. Не знаю. Я просто, ну, не знаю, когда у меня был последний раз отпуск, когда я за компом не сидела каждый день. Ну, вот на Новый год, может, пару дней я там не сидела за компом, и все. А так, компьютер вот. И всегда здесь сижу, на одном и том же месте. У нас есть с Сашкой отпуска. Мы пишем сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь до Нового года, февраль, март, апрель, май после Нового года, и июнь, июль, август мы отдыхаем. Такие летние каникулы. Ну, да. Неплохо. Ну, у нас, кстати, только в этом году было, что мы еще в январе ничего не выпускали. Обычно мы сразу после Нового года начинаем, а в этом году чуть ли не в январе ничего не делали. Обычно январь вообще самый тухлый месяц у блогеров, потому что я обычно заказываю рекламу, допустим, в декабре, а на январь, там из-за того, что январский, уже никто особо не договаривается, и ты сидишь без рекламы весь январь и думаешь, блин. Вот, и у нас никто в январе рекламу не заказывал, и мы такие, ну ладно. У вас есть реклама? Нет. Ладно. Если бы мы выпускали контент, когда у нас была реклама, то бы мы бы ничего не выпустили. Не, ну нам как-то писали, кто скиллбокс писали, что-то еще писали. В смысле? Это было... Мы раз в три года почту проверяем. Если вы нам пишете на почту, ну, однажды мы ответим. Понятно. Посмотрите, все, нет, пишите лично. Блин, реклама – это больная тема, особенно когда ты пытаешься согласовать со всеми. У меня в последний раз скиллбоксы добавили в чат, где 11 человек и я, и мы согласовываем вот такой текстик. В смысле 11 человек всяких менеджеров? Да, 11 человек менеджеров. Причем это абсолютно ужасная система. То есть я сижу, и они говорят, ну вот, давайте договор подпишем, скиньте нам сюда ваши данные, ваши фотки там паспорта, в нашу конфу на 11 человек, все кидайте, мы никуда точно ничего не денем. И потом начинается, тегают одного, говорят, ой, забери там на подпись, тегают другого, ой, забери на согласование, потом тегают меня зачем-то постоянно, хотя и так все это читаю. В общем, ужасно, когда 11 человек пытаются согласовать вот это. Это невозможно. Сейчас еще законы о рекламе, это абсолютная ужасная фигня, которую... А что там? Ну, последнее, вряд ли ты иноагент. Нет, я иноагент. Наверяюсь не буду, не надо, пожалуйста. Но законы о рекламе ввели с 22-го года, то есть любая реклама, даже самая реклама, по идее, должна маркироваться. То есть ты должен специальный токен получать, вот здесь там его внизу вставлять, там EREIT, всякие буковки, циферки. Во-первых, для этого обязательно нужно заключить договор официальный, загрузить его в специальный сервис, то есть ты должен показать, что ты там, ну, типа, какие деньги ты получил, сколько ты заплатил налогов с этого. Еще, скорее всего, заплатить пошлину за создание EREIT, это обычно либо процент от договора, либо какая-то фиксированная сумма. И обязательно это все вставить, должна быть обязательно маркированная ссылка, иначе тебя можно штрафануть на 500к. Вот. Классно. Как все сложно. Мы не будем никогда ничего... Не пишите нам, пожалуйста, рекламодатели. Если вы сейчас нажимали кнопку «Отправить», удаляйте. Нет, стоп, стоп, стоп. Некоторые сами делают. То есть сначала, пока были непоняточки, заставляли блогеров делать. Это было ужасно, тоже никого не хотелось рекламировать. А потом они вроде как сами подсветились, поняли, что всем лень, и они начали сами делать, чтобы им штрафы не прилетали. Поэтому некоторые на себя это берут, там учатся потихонечку. Так что пускай пишут, если умеют, юрид делать. Если не умеют, только не пишут. Такое условие. Сделайте все сами, включая рекламу, отправьте деньги. Ну да, ну блин. Да, да. Так работает блогерство, представляете? Вот, платят деньги за то, что вы есть. Если бы так было, блин. Ты говорила, что ушли всякие монетизации, там рекламы какие-то отвалились, и все такое. Насколько сильно вообще изменилась твоя блогерская жизнь из-за этого? Ты там не планировала отказаться от блога, потому что больше на нем не зарабатываешь, или что-нибудь такое? Ой, ну, сначала было туговато, то есть у меня просто большинство рекламодателей были иностранцы, там какие-нибудь иностранные стоковые сервисы, и все в этом духе. И они платили хорошие денежки, потому что иностранцы, как правило, больше платят, чем в русскоязычном сегменте. Больше, чем в русскоязычном сегменте, готовы заплатить за такую же интеграцию у тебя. И сначала было грустно, больно. Я там пофоткать побольше начала, чтобы как-то сохранять уровень дохода. А сейчас более-менее нормально. У меня там и канал подрос, и просмотры подросли, так что, ну, я не знаю, это какое-то такое чувство, что блогеры зарабатывают миллионы. Я могу сказать, у меня интеграция стоит сейчас 40 тысяч рублей на канале. В среднем. То есть бывает, что какой-нибудь вообще глухой месяц я никого найти не могу. Я там, конечно, сделаю какую-нибудь скидочку. Или, например, бывает такое, что у меня уже забит месяц, и мне еще кто-нибудь пишет третий. Я думаю, да, потенциально я могу делать третий ролик, но я заламываю цену, и там иногда на большие какие-то суммы соглашаются. Но это прям редкость. Но в основном... Вот восемь. Нам нужно было у Кати рекламу заказывать. Опять же, если вы хотели заказать рекламу блогера своего канала, это очень неэффективно, мне кажется. То есть, допустим, вам не стоит платить мне 40 тысяч за то, чтобы я прорекламировала ваш канал, потому что это не... Мы не канал хотели рекламировать, мы хотели курсы рекламировать. Мы настолько не инфо-цыгане, что у нас есть своя школка, а мы ее даже на своих ресурсах не очень пиарим, и через другие... Вот у нас там... Блин, понимаю, понимаю. Ну, в плане, у меня нет школы, но тоже есть вот это чувство, что типа, блин, у меня там есть закрытый телеграм-канальчик, я вроде там стараюсь, но я никому не скажу, потому что мне неловко. Потому что очень много инфо-цыган, и начиная рекламировать какой-то свой продукт, который ты искренне с душой делаешь, ты начинаешь автоматически в своих глазах попадать под их категорию, хотя это вообще другое, и ты начинаешь осторожничать, чтобы не быть таким. Понимаю. Ну, тут, наверное, совет такой, смотри, нужно от души, то есть, если это твое, то, а что, ну, не нужно, конечно, склоняться к этим паттернам инфо-цыганским, типа, я научу тебя зарабатывать миллионы за секунду, после моей консультации, ты там заработаешь миллиард рублей на CG, ничего не делая, ну, или там делая левой пяточкой. У меня прикол в том, что у меня курс по матч-муву, и, ну, никто из профессии все равно не поймет, что это вне профессии. Ну, естественно, это самая дурацкая идея, если ты вообще не в графике, начинать свой путь с матч-мува, очевидно. Ну, самое правильное, как будто бы. Самое правильное, может быть. Ну, технически самое правильное, как будто бы первое выучить матч-мув, а потом все остальное. Это вы так говорите уже со своего ракурса, но очки, которые вообще не знают об этом ничего, они не скажут, что такое матч-мув ваш. Так вот, я когда себе мустанг купил, я произнес это, я хотел сделать стебный ролик, стебную рекламу, что я на мустанге, там, накопляю эти подрижаи, рекламирую курс по матч-му. Хочешь так же? Заходи на мой курс. Да. Кстати, на эту тачку я заработал. Живу в Калифорнии, езжу на Кабрике. На эту жизнь я позволил себе, да. Матч-муф-артис, хочешь быть как я? Но потом я подумал, чего выебываться? И теперь сидишь, не зарабатываешь на своем курсе. Ну нет, у нас каждый раз набирается поток человек в районе 20, это ровно то количество человек, которого ты, которые ты индивидуально один можешь провести сквозь курс. Потому что если больше, ну ты уже физически не тянешь столько домашек проверять на стримах, там уже стримы по 6 часов становятся, куда такое. Ну и другим людям некомфортно, потому что им мало внимания уделяется. 20 человек, там 17-20 вообще в самый раз для того, чтобы индивидуально до каждого донести материал лично. Слушай, звучит-то нормально, то есть ты особо не инфо-цыганишь, у тебя набирается поток, тебе хорошо, ты занимаешься любимым делом, все прекрасно. Да, есть курсы, где по 500 человек в чат добавляются, вот там я уже не понимаю, как с таким справиться. Всем пофиг на тебя, наверное. может, чуваки зарабатывают свои миллионы, но не знаю. Не мы эти чуваки. Канальчик у нас маленький, курсики у нас, маленькие. Знаете, просто для меня, вот, например, да, конечно, мне хочется зарабатывать очень много денег, там, еще такое, но все равно у меня есть какая-то своя цель, которой хочется придерживаться, и ради заработка денег почему-то не очень хочется сворачивать с цели, вот. Ну да. И как-то придавать какие-то свои принципы и все в этом духе. Да-да, наверное, да, так подумать на этом всем, конечно, если бы мы только этим занимались, наверняка можно было бы заработать, но вроде хорошо в той точке, где мы есть, и подкаст у нас, качество аудитории у нас супер хорошее, я прям в восторге от качества аудитории, и это не стоит сопоставлять с количеством. Это правильно. Это может быть там... 130 тысяч долбоебов, а у нас 11 тысяч. Извинись. Я угораю. Извинись. Я потом вот этим вот 130 тысячам... ну нет, очень хороших людей. Да, я тоже подписан, между прочим. Так и наш канал подписан, все равно. Ну да, тут понятное дело, что, например, у меня аудитория, например, не знаю, если я скажу про матч-мув что-нибудь, скажу, вот курсы, ну человек 20 может поймут, что это такое. Ладно, как-то я тоже слишком загнула. Понятное дело, может больше, но к тому, что у меня есть более широкая аудитория, которая вообще... Ну, есть ребята, которые вообще ничего не делают с IG-шным, но они смотрят, например, контент. Не только ребята, девушки, например, тоже. И я вот, ну, стремлюсь к тому, чтобы делать более широкий контент и чтобы, может быть, вот люди, которые никогда не интересовались, они просто больше об этом знали или интересовались больше. Вот. Мне кажется, это прикольно. Не, у тебя веселый контент, мне очень нравится тупо описывать, да, ролики, которые я посмотрел. Ну, давай, расскажи, что ты смотрел. Ну, вот когда ты заказываешь разным людям по одному и тому же ТЗ модельки, мне вот это вот нравилось смотреть. Нравится бомбить, что они получают много денег? Ну-ка. Или мало? Вопрос. Нет, вот само сравнение, кто как подходит к задачам, кто, да, кто выставляет меньше цены, лучше делает, кто берет больше денег и делает полный кал. Ну, и просто формат интересный. Тоже этот формат нравится, но не нравится потом читать комменты, потому что в какой-то момент в комментах начинается обвинение меня во всех грехах CG-индустрии, то, что это вот я своим каналом популяризирую низкие цены в CG, и поэтому вот из-за меня все CG-шники в мире, кстати, вы, наверное, тоже зарабатываете мало денег, потому что я сделала видос на YouTube, и вот я просто думал, кто кого в этом обвините, раз, что мы нашли причину. Извини, если вы что-то сказала. Извините, извините, ребят, я больше так не буду, но я к тому, что, понятное дело, это там на кучу комментов, там парочка таких, но бывает же, удивительная фигня, но как контент мне тоже нравится, это типа реально прикольно оценивать просто даже, кто по одному скетчу сделает, что вообще, и как у них это получится, насколько не получится, насколько они вообще не попадут в ТЗ, потому что это тоже удивительно, из-за того, что у меня есть аудитория, которая только начинает в 3D-шке развиваться. Многие, например, у меня самый частый вопрос, как найти работу, типа, как в студию устроиться, там, как в геймдев попасть, но такие люди очень часто, они вообще не понимают, как это работает, и они думают, что вот я делаю классные картиночки, 3D-шечки, я приду на работу, я там тоже буду делать классные картиночки, только им никто не говорит, что они будут сидеть, делать там по концептам, нужно чётко всё соблюдать, там, делать вот, не знаю, пиксель в пиксель, чтобы всё совпадало, и никакого там творчества, это, ну, моделинг в целом механическая работа. Творчество было до тебя, теперь собери это по чертежам. Да, типа того. И зачастую ты им даёшь какое-нибудь реальное задание, показываешь им модельку с разных сторон, говоришь, за модель мне вот это по чертежу, и получается абсолютно, не знаю, ты даёшь вот такой кубик, они его тебе делают круглым, там, не знаю, широким, узким, вообще не попадая, например. Это, ну, прикольно наблюдать за этим и как-то, может быть, направлять в сторону того, что вот нужно было более похожим сделать, но в следующий раз у тебя получится. Вот. И всё такое. Как мягко сказано. Главное мотивировать. А ресурсы, на которых ты ищешь исполнителей, они какие-то разные, или ты в одних и тех же местах ищешь? Ой, сначала я в целом искала какие-то фриланс-биржи, но с фриланс-биржами сейчас тяжеловато, то есть сейчас что, профи рук, ворк, с которым более-менее адекватно в РФ что-то оплатить. это довольно необычные места для меня, для моего восприятия, это довольно необычные места для поиска седжишника. Профи рук, например. Ну, это в последнее время, там, там очень тухло всё, там всё очень плохо, я пыталась, сейчас там тоже всё ещё очень плохо. Но в основном я просто среди своей аудитории заказываю, то есть я пишу пост, говорю, я ищу ребят, скиньте портфолио, и всё. А когда ты искала на ресурсах, есть ли какие-то места, где, очевидно, получше, покачественнее артисты, исполнители, а где вот прям абсолютный кал, или всё в целом среднее? Мой опыт приводит к тому, что проще искать среди своей аудитории, или, не знаю, может быть, но она лояльна к тебе. Ну, да, а все попытки заказать на сайтах, у меня вот один из последних видосов, где я жапку заказывала, вот я его смотрю, это прям было очень туго, то есть я заказывала на Кворке, на Профи, и там очень высокие цены, у меня постоянно было чувство, что человек пытается на меня, мягко говоря, обмануть на модельку, то есть я пишу, я заказываю жапку, лоупольную, вообще, ну, я сделаю её, ну, за пять часов, за текстуру, за моделью, даже геймрейди её сделаю, а мне там говорят, что она будет стоить, типа, 30 тысяч рублей, и я думаю, блин, ну, не знаю. ты себя недооцениваешь просто. Может, тебе не нужна интеграция, там раз в неделю за 40 тысяч рублей, а нужна модель, жапка, моделька раз в смену за 30 тысяч рублей. Будут такое заказывать, вот таких жапок за 30 тысяч, а вы с радостью, но нет. В общем, там какие-то странные иногда ценовые приколы возникают, потому что, ну, есть какая-то адекватная градация цены по CG, например, в том же СНГ, по 3D-шечке, и как будто бы это немножко убивается за рамки. Просто проблема в том, что когда ты заказываешь, я вот заказывал там модельку за 9 тысяч, и она прям плохая, а я отдала за это 9 тысяч рублей, и я сижу и думаю, блин, и вот в такие моменты я думаю, а чем я вообще занимаюсь в этой жизни? Я предлагаю кидать на деньги. Ну что? Кидать на деньги, продолжай. Excuse me. Все мы знаем, что ворованное вкуснее, кидать на деньги можно. А то есть, ты предлагаешь мне делать видос, типа, кидаю на деньги фрилансеров? Да, 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 ты сначала ищешь действительно плохих фрилансеров, потом кидаешь их. И кидаешь их, смотри, зато будет хейт больше, и просмотров больше. Блин, про хейт. Мне и так хватает хейта. Некоторые, ну, в моей жизни на меня два раза записали хейтерский видос на ютубе. Вот. В смысле, прям какие-то обзоры, типа? Короче, рассказываю прикол. Я делал челленджи. Я для аудитории стараюсь там движухи всякие делать прикольные, просто чтобы, ну, поразвлекать аудиторию, себя поразвлекать. Я в целом, ну, человек с свободным графиком, так как я блогер, и мне, например, делать какие-то дейлики прикольно. И я один раз думала сделать дейлик, сделать по нему видос там 30 дней в блендере, и решила, что, а почему вот, ну, я все равно делаю этот дейлик, я каждый день буду делать работу. Ну, я сама с собой, да, со своей кукухой, так сказать. Давайте мы со своей кукухой сделаем челлендж на аудиторию. И я просто расписала темы, причем я даже сделала щадящий формат. Там на темы было 2-3 дня. То есть, я была готова делать каждый день что-то, но я сделала там 2-3 дня на тему, запостила. Ребята там такие, вау, классно, мотивация, прикольно. Начали со мной делать какие-то модельки. У нас прошла первая тема, началась вторая, и чувачок, 3D-шник, блогер записал видос, где он там 20-30 минут смотрит мое видео с анонсом. А я, ну, блин, я блогер, я решила смешно назвать видос. Я назвала видос, типа, лучший способ прокачаться в 3D. И, короче, он прицепился, причем, ну, в ролике я говорю просто, что, ребята, вот челлендж, просто делать модельку. Я не говорю, что это прокачает вас. Я говорю, что, ну, прикольно будет, весело, класс. И в итоге он прицепился к заголовку и, короче, 20 минут смотрел видео и комментировал каждую мою фразу, говоря, что я не права. В итоге от него пришли какие-то хейтеры, такие, да у тебя говно челлендж, он приводит к выгоранию, ты вообще ужасный человек, из-за тебя люди приходят к выгоранию из-за твоих челленджей. Хотя я никого не заставляла, господи, что это такое? Ну, смотри, по поводу нейминга, извини, что я перебью. У нас была целая серия, два стрима, которая называлась «Долбоебы учат блендер». Это мы вместе сидели и тыкали кнопки в блендере. Так. Вот. И там были комментарии... Абсолютно в нем не разбираясь. Да, вообще не разбираясь. Мы вообще ничего не знали, что такое блендер тогда. Ну, сейчас, в принципе, тоже, но чуть получше. Вот. И там были комментарии... То есть люди не понимали, что это типа мы долбоеба и мы учим блендер. Они писали что-то в духе «А почему вы называете всех людей, которые учат блендер долбоебами?» «Что с вами?» Да, я понимаю. Но прикол в том, что ладно этот видос. Туда же, в этот же момент времени, подсосался другой чувачок, который решил прям похейтить. Он там нарезал мои видосы, там мое лицо как-то смешно покропал, да, пообсирал меня немножечко, какую-то смешную превьюху с моим кривым лицом сделал. А у меня есть бабушка. И ее всему, что она... Все, что она умеет делать в интернете, это смотреть мои ролики на ютубе. И она открыла ютуб. И ей в рекомендации, за то, что она смотрит только мои ролики, попался ролик, где чувак меня, ну, прям обсирает. И она мне звонила, слезно говорила, «Катя, пожалуйста, пускай это удалят, что происходит?» Мне было так сложно это объяснить. Мне это было пофиг абсолютно, ну, бабушке. За бабушку было обидно. Прям хотелось вот страйк кинуть только из-за бабушки на это видео, потому что, ну, как я ей объясню, что это, ну, вот интернет такой злой. У меня был про блендеров и дебилов такой примерно моментик, меня звали на стрим. И причем это странная ситуация была, то есть я в целом не особо 3D-шник, я не особо потиционирую себя как 3D-шник, хотя у меня видосов много по 3D-шке, но я просто видосы делаю по 3D-шке, я там что-то умею, но я не 3D-шник от слова совсем. И тем более там год назад... Вот они из синдрома самозванца пошли. Да, да, это на все. Да, дай себе свободу сказать, что ты 3D-шник. Я сижу дженералист, короче, потому что я вот, ну, я режиссер, там, СММ-щик, там, 2D-шник. Ну, короче, в чем прикол? Меня позвали на стрим, и я просила особо 3D не обсуждать, потому что, ну, с чуваками, которые шарят там в сфере вот в этой, обсуждать 3D-софт, мне как-то немножко неловко просто, потому что это не та сфера, в которой я разбираюсь, скажем так. И мы все равно пришли к тому, что начали обсуждать 3D и Blender, а чуваки прям очень негативно были насчет Blender настроены. Это так странно. Типа, причем их аргументы сводились к тому, что, ну, я вот всю жизнь делаю по pipeline в мае, и вот переучивать кнопки на Blender, это типа Blender ужасный софт. Это странные аргументы для меня были, и мы вот с ними немножко ругались на стриме. Но было необычненько. Необычный опыт попытки защитить софт, в котором особо не сидишь на стриме на чужую аудиторию. Пришла делать презентацию про Blender на скорую руку, про то, почему Blender лучший софт. Я туда вставила все мемы про Blender, но я думаю, сейчас за эту презентацию уже бы посадили, потому что ЛГБТ-структура запрещена на территории Российской Федерации, но там были подобные мемы про Blender. Но я в целом, не знаю, я люблю любой софт. Мне кажется, нет разницы, в каком софте ты работаешь, и вот эти все хейты по поводу того, что сидишь ты там, не знаю, в Blender или в Май, они смысла никакого не несут. Но есть исторически сложившийся студийный пайплайн, так или иначе, какой-то усредненный, где все равно все, как не борись, все делают в Майке. Кому удобнее зачастую в чем-то, да. Ну это понятно, но как будто бы переучиться, это не проблема, если что. Да, не проблема переучиться, проблема перевести всю студию, наверное, на новый пайплайн, когда все инструменты привычно сделаны под другое. Если мы говорим про единичного художника, единичную такую единичную. Ну да, нет, для дженералистов вообще отлично, Cinema, Blender. Не, ну я откровенно не очень вижу цели, если там человек суперкруто работает в какой-нибудь синьке, смысл ему переучиваться в Blender просто, чтобы ты работал в Blender, наверное, Ну это понятно, нет, вообще не так. Если там учить Гудини, например, это да, потому что там ты сильно глубже что-то изучаешь и как будто бы совсем другую сторону 3D-шки смотришь. А так, да, ну если это нужно, если это хочется, там как-то что-то другое посмотреть, поучить, то почему нет? Ну и скорее к тому, что не проблема переучиться, если понадобится. Да, конечно. То есть хейтить человека за то, что он там в Blender делает или в синеме, ну нету смысла. Но такой хейт есть. В интернетах вообще люди злые. Мы когда только начинали подкаст, у меня еще был такой задор. Это было лет 20 назад. Лет 20, подожди. И каждый раз, как мы говорили про Майку или про Макс, я такой, да, блин, скоро вы со своим софтом вымрете. Мы будем нормально в Blender в синьке работать. Я смирился, такой, да, блин, вот у меня уже Майка лицензионная куплена. Что-то там лояутики какие-то делаю. Смирение. Поменял сторону чисто. Да. Либо старею, потому что Майя это для стариков ебаных. Ну, вот возможно. Здесь. Ну, жестоко. Как будто бы ради решения вот таких вот проблем, как, типа там, устанавливать и учить Майку ради того, чтобы что-нибудь с лояутом сделать или свет поправить. Очень круто, что появилось USD, и оно спасает от этой фигни, что тебе нужно учить новый софт, ну, или что-то в нем делать, чтобы там условно сделать какие-то не, не знаю, не мажорные правки какие-то, что тебе там нужно подвигать куда-нибудь геометрию и поставить новый свет, ты просто открываешь это в USD и двигаешь в любом софте практически. Ты уже оттуда рендеришь. Да, надеюсь, мне на монтаже добавят обезьянку такую, которая стучит тарелками. Это может быть все. Ну, не, USD, это же этот, а, я не знаю, кстати, у его блендера, по-моему, нет еще. Universal Scene Description это типа Asus, только для нет, давай с другой стороны, для 3D-шки. Другая аналогия. Сейчас, сейчас, сейчас получится. Цветовые пространства пытаемся прозвучить. Не, это в смысле Asus это не очень цветовые пространства в прямом смысле, ну, ладно. Короче, это какой-то универсальная штука для того, чтобы любой софт мог открыть любую сцену, если очень упрощать. Но у тебя это сохраняется условно не в формат, там, MA в майке или какой он там, вот, или там не бленд файлы или не хип файлы, а у тебя есть USD, и ты его открываешь, у него там, ты должен специальной структуры придерживаться, все сохранять как нужно, это все придумали этим. PIXAR, PIXAR, да, вот, давно достаточно, вот, и типа, это помогает просто условно открывать любую 3D сцену в любом 3D софте, в котором есть USD. А, кстати, странно, почему в Blender нет USD. Думаешь, Не, его можно импортнуть туда, точно. Я поняла, о чем бы, я вспомнила, я качаю такие модельки с Sketchfab, мне кажется. А, ну тут, да, USD, import and export and blender, вот первое видео есть. Так что, можешь записать видео про USD в Blender? И у меня будет там 5 просмотров. Совет. Нет, ты просто не на наш канал это подвижай, все в порядке. Update нулся Blender, ты посмотрела, что там вышло нового, какие-то есть фичи интересные? Что, Update нулась? Про 4.1. А какая версия последняя? 4.1? Не, я, я слоуподчик в роли версии, потому что, я довольно редко в Blender'е сижу, я недавно только на четверочку обновилась. И меня теперь раздражает, что все старые проекты, они не загружаются, потому что, не знаю, может быть, это у меня такая проблема, но если я пытаюсь что-то старое открыть, в новой версии оно вылетает. Или что-то из новой версии открыт старое, оно не открывается, потому что материалы, ой, не материалы, а модификаторы по-другому сделаны как-то. Как будто бы из-за этого какой-то странный. У меня есть очень ебаная история. На днях Нодиа прилетал, и он скипнул свой самолет случайно, он взял, я его проводил в аэропорт, и оказалось, что он взял билет на самолет даже не на другой месяц, а на другой и число, и месяц, и время, и все. То есть мы просто мы просто съездили в аэропорт в 4 часа утра. И потом я его повез обратно к себе домой, он там взял себе на следующий день билет, уже на правильную дату, и мне надо было, чтобы он мне помог с проектом анрильным, я его посадил за свой комп, а сам думаю, мне пока надо помонтировать, есть другой проект, надо видосик помонтировать. Я отключаю жесткий диск, подключаю к ноутбуку, открываю файл премьера, мне премьер говорит, вот этот проект создан в более новой версии, обновись. А у меня премьер здесь работает, все хорошо, он какой-то предпоследней версии, вот просто не последний, а предпоследний, но пиратский, каюсь. Я такой, блин, ладно, придется, значит, удалить пиратский, поставить лицензию, которая у меня на основном компе, как раз там несколько компов вроде можно поддерживать, я такой, ну ладно, придется апдейтнуться, я потрачу полчаса, но окей, хорошо, как раз слезу с пиратки, потому что ноутом почти не пользовался, у меня со старых времен, я удалил все сначала с него, потом поставил этот крейти в клауд, сквозь все эти фаерволы, и когда я установил премьер, он просто, я открываю премьер, он говорит, прости, все, твой ноутбук больше не поддерживается, я такой, пошел ты нахер, я просто хотел помонтировать свои, у меня только что был рабочая твоя пиратка предыдущей версии, ты тварь, мой проект, не открываешь, и заставил меня поставить просто нерабочую лицензию, да какого черта, что ты себе позволяешь? Ну, мне кажется, тебе стоит обновить ноутбук, потому что ему уже 8-9 лет, там уже батарея не работает, там уже все плохо, но я его люблю как память. Я из-за этого не люблю софт обновлять, потому что из-за того, что контент постоянно на потоке, постоянно что-то нужно, стремно потратить кучу времени на обновления, что-нибудь перестанет работать, еще что-нибудь устанавливать, там плагины, аддоны, пойдет все это, так что я прям редко обновляюсь. Ой, не, я обновлю, вот софт, в котором я что-то делаю, даже в котором я ничего не делаю, потому что я гудини обновляю, примерно через секунду после того, когда выходит новая версия, она мне ничего не делала буквально. И вот реально там день-два проходит, что выходит новая версия, я тут же устанавливаю. Понятно, что у меня там Premiere, Photoshop, какая-нибудь еще штука, которой я не пользуюсь, стоит, какие-то старые версии, но типа я его открываю раз в год. А там блендер я немного поучиваю, он у меня всегда самый последний. Вот, кстати, я 4.1 почему-то не поставил, потому что его еще нет в стиме. Да. Вы через стим-блендер играете, так сказать. Вот как раз ради этого, потому что показывали, сколько часов ты потратил на блендер. Вот. Клокифай себе скачай. Или даже не скачай, зайди на сайт просто. Ну, я так, например, вот увидел, что у моего коллеги у него там 460 часов в блендер наиграно. У меня в Доте больше. Ну, что это такое, ну, ребята, не солидно. Ну, да. Но там роковать нельзя в блендере, поэтому так неинтересно. В Доте тоже, вы что? Блин, а если в блендере был какой-то аддон, чтобы можно было школьника подключать, который будет твою маму поебать? Который будет комментарий писать. Можно просто гайды на Ютубе загуглить, там много. по блендеру? Ну, да. Ты имеешь в виду, что там много школьников? Ну, гайдов от школьников, которые записывают. Угар. С каким-нибудь еще таким плохим микрофончиком. Угар. Угар. На самом деле, иногда очень помогает, вылезает какая-нибудь проблема, которую ты ни у кого не найдешь, но вот тот самый школьник с плохим микрофоном, он решит все твои проблемы. Блин, а есть еще... У нас это обычные индусы. Да. А есть еще, которые даже не разговаривают, а в блокноте начинают писать вместо того, чтобы говорить, что нужно сделать? Или просто молча показывают, и ты просто повторяешь за ним, и такой, о, сроли, а потом у тебя синий экран. Спасибо, молчаливый герой. Возможно, это школьник, кстати. Ну, не, у нас школьников мало, вот, ну, из того софта, там, в Кудине или у Нюки, там, на самом деле, мало школьников, к сожалению или к счастью. Ну, вот в блендере, наверное, да, из-за того, что он суперпопулярный, супербесплатный, его не нужно никак ломать. Блин, надо сделать видос, короче, по Кудине, типа, учу Кудине с нуля за 7 дней. Мне кажется, будет смешно. Мне сделай за 4 часа, учу Кудине за 4 часа. 4 часа. Да, да. Ты не представляешь, насколько токсичный комьюнити Кудинщиков в России. Кудине с нуля за 30 минут. Я видела комьюнити чуваков, которые красят фигурки Вархаммера. Я не думаю, что может быть что-то опаснее. Ну, это да. Там, наверное, если что-то перекрасишь случайно не в тот цвет, как в оригинале должно быть, там будут ебать все твое поколение неродившихся детей. Возможно. В комментариях. Блин. Нет, 4 часа, это прям мало, наверное. Что за 4 часа? Мы заголовок придумали. Гудине с нуля до профи за час. Гудине с нуля до профи за 30 минут, за 20 минут. Название можно подобрать под. Неплохо, слушай. Надо занять тебя своим креативным директором. Изи. Вообще. Еще и дерьмовые обложки могу делать. Тогда у тебя будут обложки с самыми плохими твоими фотографиями и с самыми странными названиями, которые не имеют ничего вовсего с темой разговора. 120 тысяч отписок. Ой, почему вы сравнялись? Я не знал, что такое. Это ваш план. Неплохо, неплохо. Не, обложки – это интересная тема. Я же еще для блогеров иногда делаю обложки на YouTube. Во, погнали. Почему обложки интересные темы? У нас никто не делает обложки, кроме меня. Я это... Спасибо. Сейчас я хотя бы какой-то пайплайн для себя нашел. Раньше это было все довольно рандомно, потому что ты записываешь с кем-то подкаст, у человека нету фотографий вообще, потому что он социальную жизнь не ведет, об этом мы еще поговорим. Он потрясающий художник, но у него просто нет фоток. А даже если есть, они все в разнобой. И естественные обложки такие получаются. И... Это сложно. И надо мной смеются в нашем чате, пожалуйста. Хватит. Покажи человека, который над тобой смеется. Мы сейчас его. Вот это. Это вот этот? Он надо мной сейчас, да? Или как он там расположен? Я думаю... Нет, я никогда не смеюсь. Но в чате есть такие. Я только... Но в чате такие есть. Над названиями, да. Нет, просто для меня эта тема интересная за счет того, что я по факту в CG пришла через то, что я начала делать обложки. И в блогинг я тоже пришла через то, что я начала делать обложки для научпопера. Общая странная история, как меня засосало в это все. Я хотела быть ученым, а стала превью-мейкером. Вот так вот. Вот здесь. Смотрите, ты была на полпути. Ну, где-то свернула не туда, короче. Да. Просто вот в Узе познакомилась с ребятами, им нужен был фотошопер, а у них канал на ютубе. Я такие, ну, сделай нам что-нибудь. Ты же в фотошопе что-то умеешь. И так вот началось. И я делала долгое время разным блогерам обложечки. Вот. Ну, в основном это научпоп-контент был. Были какие-то еще иностранцы. Ну, не знаю. Это просто тема прикольная. На ней можно зарабатывать. Это же дизайн. Можешь денежку получать, как, не знаю, постеры, там, обложки для альбома каких-нибудь. Тоже креативить по полной, потому что в СНГ-сегменте обложки вообще на каком-то другом уровне. Если сравнивать там с обложками, например, иностранных блогеров, они как-то все попроще делают. А у нас там прям любят выделиться, нарисовать всяких штук прикольных. Я понимаю, что очень сложно. У меня есть похожая ситуация. У меня есть один заказчик, с которым я сейчас до сих пор работаю. У него контент по играм, такой гиковский. И он делает видосы, ну, про разные там вселенные, про разные игры, про разные фильмы. И ему тоже хочется, чтобы обложки были в одной стилистике. Но когда у него один ролик, не знаю, про мультик, другой ролик про фильм, а третий ролик про игру, собрать из этого что-то стилистичное, это просто, ну, невозможно, чтобы оно в одном стиле было. Я из-за этого постоянно страдаю. Так что я понимаю вот это страдание с отсутствием фоток, с нормальными... с отсутствием того, что нет нормальных материалов. Но мне кажется, у вас это хорошо обыграно за счет градиента, то есть там же, ну, убиваются, если что, какие-то детали ненужные. Да и в целом прикольно выглядит. Сразу понятно, что это ваш подкаст. И это самое главное, чтобы обложка, ну, показывала, что это твой ролик. Вот я везде свое лицо пихаю, что вы все такие, «А, это та девочка с розовыми волосами». Вот. Даже приходится вот в розовый всегда краситься, пипец. Как же так? Я причем... Ну... У меня вот желтенький уже опадает. Это все жертва. Жертва ради того, чтобы тебя узнавали. Да, да. Какими-то нейронками в обложках пользуешься? В своих нет. В чужих? Потому что... В чужих пользуюсь. Со своими, понятно, ты всегда со своим лицом, со своей привычной камерой. Да, со своими штуками. Свет всегда выставлен на одной этаже локации. На фоне. Да. К себе мне как-то смысла не было чего-то нейронить, а на заказ приходится, да. И это на самом деле сильно облегчает, так сказать, работу. Я даже больше скажу, я устроилась в студию, в киношечку работать в тот момент, когда только начинали раскручивать Majority Stable. И мне кажется, я в целом была... Может быть, это чьи-свешно звучит, но я была тем, кто начал скидывать ArtLidu ссылки на то, как установить Stable, и чуваки начали более активно нейроночками пользоваться. Это было прикольно. То есть, ну, это инструмент, который очень сильно облегчает работу. Все вот эти, ааа, сейчас заменят, тоже фигня какая-то. Начиталась я уже этого в комментах, все фигня. Просто интересный инструмент, который реально ускоряет работу, вот, когда ты пытаешься что-нибудь сделать. И все. Главное понимать, для чего ты это используешь. Я все еще не разобрался, как установить Stable. Я только Major не тыкал, и все. Тебе скинуть гайды? Да. А у тебя есть гайд, как установить? Конечно. Ну, у меня нет на канале. Я решила, что я не буду делать гайды вообще никогда на канал. Просто нет. No, нет. Не потому, что я плохой человек, который не хочет делиться знаниями, а просто потому, что очень сложно совмещать развлекательный контент, гайды, и нужно как-то акцентировать внимание на чем-то одном, иначе прям очень плохо каналу будет. Ты как человек, который более профессионально, чем я, делает обложки, а что делать, если очень плохие фотки, как вы их вытягиваете? Сейчас через нейронку. Через Stable вообще нормально можно перерисовать лицо. А, она просто перерисовывает. Ну, детали какие-то добавляет цвет, можно там добавить более-менее там контурный какой-нибудь красивый. Вот я сейчас через Cree пропускаю и накладываю, и если там глаза и как-то рот, нос чуть не так переделаны, как они у человека выглядят, я их там оригинальные возвращаю. Ну да, да. А до этого... Примерно такой же А, ну все это отвратительно, все, ладно. Да, да. К сожалению. И кто-то, кто-то еще говорит, что нейронки это плохо. Не, спасибо. Я не хочу, не хочу это руками снова делать. Пусть они все рисуют. Вас всех заменят, вы не понимаете. Да скорее бы. Я сам хочу, чтобы часть моей... Ну вот просто... Чтобы тебя заменили. Конечно. Ну, смотри, сейчас я делаю эти сраные обложки. Получается, не всегда хорошо время тратиться и нервы. Если меня заменят, отлично, просто у меня есть обложка. Кайф. Замените меня. Ну, скоро ты сможешь скормить все обложки, которые ты сделал. В одну большую, серую, коричневую. И сделать одну большую обложку. Интересно, кстати. Ей пользоваться. Да не, у вас в родном какой-то шаблон выработан есть. Нормально. Ну да, да. Я предлагал помощь, но оказывается 8 это делает не в фотошопе и не в фигме и не где-то, что я знаю. Я тебе запишу гайдик и ты можешь делать обложки. Класс, у меня уже будет два гайда. Стейбл Диффьюжн и по обложке. Сначала ты ищешь, смотри, у Adobe есть сервис, то ли Firefly называется, то ли как, с шаблонами для всего, и в том числе там есть шаблоны для ютубных картинок. Я один адаптировал немного под наш подкаст. из удобного ты просто заходишь в интернете на эту страничку, там открываешь свой шаблон, впечатываешь название и оно сразу красиво отформатировано. Вот почему я им пользуюсь, а не в фотошопе. Не надо как-то подгонять размеры, букв, еще что-то, ты просто пишешь и он красиво это форматирует. И скачиваешь, потом идешь с этим в фотошоп, пытаешься найти самую недурацкую фотку гостя, которую ты можешь найти, но она скорее всего будет дурацкая. Как-то ее примерно туда ставишь, вкомпаживаешь, потом отправляешь это все в крию. Крия это все апскейлит, очень красиво фотку делает замечательную, после чего чел говорит это не я на фотографии. Загоняешь обратно в фотошоп и вот какие-то ключевые моменты, глаза, нос, рот, если она криво восстановила, то возвращаешь оригинальные. И вот получается обложечка. Сколько страданий. Теперь все будут знать, как это мучительно. Главное не переживай, у меня есть фотки нормальные, я скину. Хорошо. У тебя много обложек, поэтому в целом это будет просто. Да, так что... Ой, может ты сама сделаешь обложку для... Как тебе такое? Да ладно, не поделай. Вопросы напиши, обложку сделай, давайте смонтируем, что уж, ну как бы, ладно, хитро. Просто предлагаем делегировать. Интеграцию вставить. А, интеграцию вставить. Но деньги можешь потратить, да, на деньги. Я могу узнать своих, знаете, контактиков, так сказать. Вот, социальные сети. Погнали. Так, социальные сети. Хорошая формулировка, сейчас я либо к ней сразу приду. Мы сейчас будем говорить о том, нужно ли вести блог, каково вести блог. Есть ли смысл вообще вести блог, насколько это сложно. Да. И все в этом лучше. В аспекте того, что ты можешь быть талантливым артистом, но этого недостаточно. Вот в этом ключе. Да. Вот тут, кстати, ты прям отлично ответил на вопрос, мне кажется, сразу. Потому что, к сожалению, сейчас в интернете работает не то, что если ты офигеть, какой талантливый, ты сто процентов залетишь и будешь популярным в интернете, это вообще не так. Скорее всего, если ты суперталантливый, не факт, что у тебя получится завируситься в интернете. Это абсолютно разные вещи, и популярность в интернете, она больше зависит не от уровня твоих работ, а от чистоты публикации. И тут выигрывают не те, кто делают охрененно, а выигрывают те, кто фигачат постоянно. И вот здесь количество, оно в какой-то момент начинает перевешивать качество. Просто потому, что в интернете очень много информации, и чтобы попадаться людям, чаще быть замеченным, нужно делать больше. И понятное дело, когда мы говорим об артистах каких-то, которые хотят развивать свою медийку, ой, это очень сложно с точки зрения того, а что за арти, и что он делает. Например, чувак, который месяц собирает какой-нибудь шот в Гудине и прочем софте, ему, скорее всего, будет очень сложно развивать свою медийку просто за счет того, что у него будет один пост раз в месяц. Какое развитие медийки из этого? А то и не будет, если он работает просто на проекте под НДА. Он просто раз... Да. Он после того, как проект выйдет через год, он такой, ну вот я там... Что ты делаешь? Не помню, что. Блин, да. Даже я спустя год забыла уже, что я там делала в студии. Ну да. Это очень сложно. Это невозможно. Еще терпеть никому, не рассказывать, что ты там делала. Тема стара как мир. Это с какой-то точки зрения отвратительно, что ты при... Сто раз обсуждали, давай еще раз обсудим, потому что всегда актуально. Ты при всей любви к своей профессии не можешь заниматься только ей. Точнее так, если ты хороший артист, который любит свое дело, у тебя нет медийки, тебе сложнее нетворкать, тебе сложнее, у тебя уже круг там, с которого ты можешь какие-то проекты, заказы получать. Да. И самый главный прикол, что если у тебя есть медийка, то твои заказы в какой-то момент превращаются просто в прекрасные абсолютно вещи без справок и всего, просто потому что чуваки приходят к тебе за артом, у тебя не будет... Ну, у меня были просто коллабы, например, с Adobe, когда они еще были в России официально, и это были самые лучшие в моей жизни заказы, потому что они платили овер дофига за одну картинку, и эта картинка была сделана буквально, типа, ну, сделай что-нибудь на тему, которую мы тебе дали, и никаких правок, и тебя еще и комплиментами засыпят, и денег заплатят, ну, вот коллабы, это классно. Но, блин, чтобы так было, тут просто нужно понимать, что, к сожалению, ну, вот нужно понимать, что либо ты развиваешь медийку, либо ты крутой художник где-то там в студии. И вопрос, а к чему тебя больше тянет? Просто я понимаю, что есть люди, которые просто по своему темпераменту, по характеру, им сложно в социальной сети, и не нужно себя ни в коем случае заставлять, потому что, когда ты заставляешь себя, это плохо, грустно, влияет на металлочку, ты сразу становишься менее конкурентным, если ты не заставляешь себя это делать. Да, блин, я даже не знаю, как правильно сформулировать сейчас мысли, но я скорее хочу подвести к тому, что, конечно, вот нужно всем советовать развивать медийку, потому что это реально открывает гигантские просто перспективы того, что ты можешь делать, как ты можешь делать, в каком направлении ты можешь делать. И развитая медийка дает тебе больше возможности реально заниматься твоим любимым делом по итогу. Но чтобы прийти вот к этой точке, когда ты реально будешь заниматься любимым делом и делать вообще все, что ты хочешь, и просто получать деньги за то, что ты такой офигенный и делаешь то, что ты хочешь, пока ты дойдешь вот до этой точки, пройдет просто столько времени, ты столько всякого говна схаваешь, так сказать. Это ведь просто не каждый готов выдержать, вынести, это реально сложный путь. И нужно понимать, что на медийку нужно сначала очень долго работать. Ну, к сожалению. И не все к этому готовы. Иногда проще реально быть просто скиловым тихушником-художником, сидеть, Вот, мне путь лешего тоже подходит в целом. Я себя скорее больше в нем ощущаю. Я не думаю, что нужно говорить, что всем нужно качать срочно медийку, типа, без этого вы не очень. Нет, ну, типа, есть варианты, что ты сидишь там тихоря, работаешь спокойно, и все. Но, блин, тут, конечно, наверное, с точки зрения перспективы, конечно, прикольнее, если ты как-то себя позиционируешь, что-то о себе рассказываешь, показываешь свои работы. Мне кажется, в последнее время очень много стало, допустим, телеграм-каналов разных художников. Я прям вот вижу активно ребята из крупных студий приходят, начинают каналчики свои вести. И это реально очень интересно читать, понимать, вот как у них там вот это за кулисьей работает, потому что об этом реально мало информации. Никто об этом обычно не рассказывает как-то. Это интересно. Телеграм вообще лучшая соцсеть. Я никаких аналогов не вижу группам, которые там есть. Даже подкастов как будто много появилось. Ну, в смысле, сколько много? Еще один появился. За время существования нашего подкаста я помню, что появлялось штуки три где-то, и они все умерли там после двух-трех выпусков. Ну, или такие в полумертвом состоянии. Вот. Ну, и сейчас вот подкаст... Трехмера? Ну, про подкаст я хотел вспомнить про подкаст Блэнда. С этого с Вольницы ребята начали вести. Там у них выпусков пять где-то есть уже. Ну, Андрей, который к нам приходил после нашего выпуска, они решили запустить свой подкаст. Ну, да, и подкаст Трехмера тоже. Который... Ну, типа, он от школы их от эффекта, но в целом... Смотри, не такой конкурентный рынок. Мы с тобой динозавры прям. В целом, да, мы с тобой... В русского CG-подкастинга. Все равно, если речь идет о медийке, нужно понимать, что нужно на более широкую аудиторию выходить. И это, ну, немножко другое. У меня просто есть примеры знакомых, которые вот... Ну, они даже начинали блог какой-то на Ютубе вести раньше, чем я. Плюс-минус, во время, когда мой канал так развивался, рос, они тоже очень сильно активничали. Но сейчас эти ребята приостановили как-то деятельность на Ютубе, потому что в том числе ушли на какую-то более стабильную работу. Потому что медийка — это не очень стабильная работа, скажем так. Опять же, возвращаясь к темаме того, что сколько я, например, разрабатываю, у меня там есть интеграции, то нету, и всегда это вот так вот плавает, непонятно. И многие в конечном счёте приходят к тому, что стабильность какая-то, она лучше. И мы не можем обсуждать этих людей и говорить им, что вы должны сторисы постить. Но, блин, мне кажется, если есть хоть какое-то минимальное чувство, что тебе это прикольно, тебе это интересно, то, мне кажется, надо писать какие-нибудь посты, всё, что чувствуешь, выплёскивать. Найдёшь свою аудиторию, если будешь это регулярно делать, сто процентов. Но сколько времени пройдёт, пока ты её найдёшь? Ставить упор чисто на медийку, забить там, например, на работу, это, конечно, сложно. Волевое решение должно быть, а медийка это и удача в том числе. Если подходить к ответу на вопрос, нужно ли вести свой блог, я вот что могу сказать. Короче, давай суммируем, чтобы как-то логически закончить, может быть, этот блог, ну или ещё какие-то вопросы. Я думаю, да, нет, ответ очевидный, а больше парадокс, что это не коррелирует с чем? Со скиллом, например, что я такой офигенный художник, поэтому на меня все подписаны. К сожалению, везде так, ну, то есть ты должен удерживать внимание аудитории, ты должен быть интересным, чтобы тебя хотели читать. Я просто больше, да, я больше отношу себя к чувакам, которые вот любят в закрытой комнате сидеть в тишине. Я не сошел-медиа, чувак, у меня там Инстаграм полумёртвый, вот у Сашки Инстаграм полумёртвый. Мы вот здесь на подкасте встречаемся, это наше такое вот регулярное мероприятие. У тебя есть телеграм-канал достаточно живой. А, ну телега для друзей в основном. Сколько у тебя там тысяч друзей? Одна. Ну нет, я имею в виду, я вот сначала туда загнал друзей и стал просто им постить, а потом немножко разошлось. Так и работает, понимаешь, так и работает медичка. Сначала там друзья, потом ещё кто-то. Ну, я понимаю, что он мне в работе не поможет, потому что это, телеграм пользуется только, ну, среди тех националистей, которых я общаюсь, только русскоязычная аудитория. То есть, в Штатах никто в телеграме вообще не сидит, в принципе. Вот, то есть, рациональнее было бы мне там вести инсту, постить туда что-то, там, связанное с работой, это я прекрасно осознаю, но вот моя зона комфорта, это просто что-то дропнуть раз в день в телегу. Мне кажется, у тебя просто ещё есть такая установочка, типа, что вот должна быть корреляция скилла там, для медички, но мне кажется, что в какой-то момент при выходе на широкую, более широкую аудиторию, корреляция скилла, она уже очень минимальная, потому что рядовой зритель, который в инстаграме листает постики, он с трудом, например, отличит суперскилловый арт от менее скиллового арта, ему это будет прикольно. Не совсем про это, я про зону комфорта, что вот я себя нахожу в зоне комфорта, скорее не про чуваков, которые там подвинули пиксель, или неважно, или сделали что-то крутое и сфоткали это, а просто вот я сижу, работаю в тёмной коморке, закрытой ото всех, могу там сутки, двое, трое, неделю сидеть, ничего не рассказывать, просто делать своё дело, мне вот интересно туторчики смотреть, применять это всё, что-то там по ресёрчу для себя поработать, вот я из таких больше, а не не рассказывать о каждом своём шаге, который... Это нормально, это абсолютно нормально, это не делает тебя плохим художником, точно. Да, нет, да, я понимаю, я так и не считаю. Ну и хорошо, но просто... Но я понимаю, что этим я ограничиваю свой круг людей, которые об этом узнают, это понятно, но это мне комфортно. Но я не хочу умереть. Так, не хочешь? Так. Ну, от безработицы, давай так назовём. А, то есть ты переживаешь, что в какой-то момент вот эта твоя тихушная работа закончится, и из-за того, что у тебя нет медийки, ты не сможешь найти что-то быстро или легко. Потому что я знаю, ну вот подкаст, он всё равно помогает. Вот, Саш, наверняка у тебя какие-то были моменты, когда подкаст сработал, у меня такие моменты были, когда тебя заочно как-то знают. Ну, в целом, да. Ну, типа, у нас же сильно маленькая индустрия, и, ну, по крайней мере, слышали про нас, про подкаст, наверное, ну, плюс-минус, не буду говорить, что все, но большая часть точно. от русскоязычных сиджишников, которые, типа, кино занимаются, ладно, там про motion design, game dev и всё такое, не будем говорить. Вот. Ну, и поэтому, да, это сильно помогает. Поэтому я на своём же примере могу сравнить, вот я чувак, который сидит дома и не любит никуда выходить, и вот я чувак, который еженедельно с Сашей там что-то постит. Вот, вот я могу это сравнить на себе, то, что... Так смотри, ты же постишь, это как раз и развивает твою медийку, это твоя зона комфорта, в которой ты можешь развивать медийку, и классно, что у тебя находится хоть такая линия, то есть, ты же, получается, уже не просто... А с другой стороны, у меня шаурило даже не... Может, мне об этом подумать лучше в первую очередь. Ну вот, кстати, ну, смотри, просто ты как будто прям прицепился к инстаграму, типа, надо постить постоянно, там, что я позавтракал, что я побелал, да нет, это всё не так плохо. Я потому что замечаю, что... И все мы знаем, что мы видим только тех чуваков, которые как-то ведут себя социально активно. У нас у всех есть друзья, у которых нет инсты, но мы о них вспоминаем вот иногда. Мы не знаем, что у них сейчас в жизни происходит. А у какого-то чувака, который по 10 сторик в день постит, мы знаем, что он поел и какого цвета у него сегодня были... Ну тебе же не обязательно постить 10 сторис в день, чтобы вот преследовать ту цель, о которой ты говоришь, что типа в будущем, если что-то с работой закончится, чтобы тебя знали. Ты по факту, ты и так работаешь над тем, что если у тебя что-то случится с твоей тихушной работой, если с ней что-то произойдёт, тебя знают люди, ты общаешься с разными вот чувачками с индустрией, связанными в этом, так сказать, комьюнити. Поэтому, мне кажется, у тебя закрывается эта потребность, и у тебя не возникает желания там ещё в инсту лезть. И это вот как раз выход за зону комфорта твою. Мне кажется, что ты в целом нормально так работаешь над медикой и в этом направлении. Не обязательно в инсту что-то постить. Да, было бы классно хотя бы раз в неделю что-нибудь, но... Инста, что я прицепился к инсту, потому что здесь в Штатах опять же, в телеге никто не сидит, и логично развивать инсту, а не телегу. Так что, я боюсь вот здесь среди локальных, наверное, с голода умереть, если что. Ну, мне кажется, ты преувеличиваешь. Это вот у тебя теперь синдром совозванца включается. Поэтому я открываю донатную копилку на еду. Сегодня я еще не завтракал. Пожалуйста. Вот мой PayPal. У нас есть Boosty, Patreon. У тебя 10 утра всего лишь, так что... Все впереди еще. Мой завтрак еще впереди. Блог прикольно вести, если у тебя есть на это силы. Заставлять себя это очень грустно. Не прикольно. Но это же и дисциплина в том числе. Да, да. Никогда не появляются силы... Сейчас скажу. У тебя никогда не появятся силы сделать то, что тебе, ну, по факту, не супер нужно в данный момент. Прям не знаю. Нет такого, что... А иногда нужны просто силы для того, чтобы сделать что-то, что ты делаешь регулярно, просто потому что, ну, вот у тебя такой договор с собой. Вот ты это делаешь. Тебе надо это сделать. Знаешь, что я в такие моменты делаю? Вот если мне что-то нужно, но я не могу начать. Я делаю себе челлендж. Я такая, 30 дней, и я вот фигачу вот это, например. Там каждые два дня выкладываю какие-нибудь сторисы, там выкладываю рилсы каждые два дня. У меня вот, ну, с НСТО тоже определенные проблемы были, потому что у меня в основном там было, ну, в основном русскоязычная аудитория была, сейчас это все забанено, у меня актив сильно просел, и я вот по приколу в январе там постоянно постила рилсы, и я очень сильно вернула актив, у меня аккаунт вообще с отписками был, а сейчас у меня опять пошли подписки, просто потому что я месяц пофигачила, выкладывала постоянно видосики какие-то, рандомные абсолютно, и все, парочка из них залетела, и стало приятно, и опять же, это к тому, что постоянство нужно. Мне на самом деле сейчас тоже хочется больше над медийкой работать, как это неудивительно звучит, хоть я там канал веду, но хочется тоже больше в инсту. У меня скорее другая проблема, мне сложно вырваться от заказов, короче. У меня в голове есть где-то установка, что на блоге я не зарабатываю достаточно денег, и если я откажусь от заказов и всех своих заказчиков, я умру с голода, потому что у меня не появится, допустим, интеграция, что-нибудь случится, хотя это вряд ли так, потому что вроде как у меня относительно стабильно сейчас все с блогом, но все равно мне стремно бросить вот эти заказы, которые мне какую-то денежку приносят. Хотя я понимаю, что если бы я вот это время, которое я трачу на заказы, потратила бы на свой блог, мне бы по итогу это больше импакта какого-то принесло, но это вот просто сидит в голове эта мысль, это сложно от нее уйти. Да-да-да, есть таски, которые ты выполнишь, и ты себе реально улучшишь свою жизнь выполнением нескольких тасков, поставив их в лучший приоритет, но мы выбираем привычные задачи зачастую. Да-да, но это вот переход из зоны комфорта. Подумай об этом на досуге. Да, я в этом варюсь. Спасибо, я думаю об этом прямо сейчас. Вне зоны комфорта. По факту, если так подумать, Adobe, когда Adobe, Adobe, нашли меня через Instu как раз таки, и по факту предложили мне две коллабы через Instu, так что классная соцсеточка. Была в России классная соцсеточка Instagram. Была, да-да. А вы подписываете, что запрещенное, меня не посадят, если что, ну, я так... Да мы же не в России, мы... А я... Тогда придется подписать везде, где мы говорим слово Instagram. Да не, можно один раз. Instagram, 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 Instagram. И тут должны появляться каждый раз эта штука. Либо кто-то, кто это посмотрит. Нет, а юридически, смотри, мы... Нас же ничто не связывает с... Что нас связывает с... Необходимостью делать это. Ну, вас ничего. Я вот не знаю, можно ли мне что-то потом за это предъявить. Хороший вопрос. Не знаю. Если что, я диппейк, меня здесь не было. Спасибо. Говорят сейчас доносы в моде. На всякий случай мы напишем это. Да. Какие еще ты темы подумал? Вот, про инфо-цыган. Давайте подумать. Раз уж мы трогали эту тему. А-а-а. Инфо-цыганы. Инфо-цыгане. CG-инфо-цыгане. Как будто бы спала такая волна CG-инфо-цыган, как мне кажется. Потому что одно время, что было? Ну, скиллбокс, понятно. Я... Нет, ладно, давай. Инфо-цыгане, скиллбокс немного разные. Почему? Ну, их подача. Подожди. Но подача... Почему? Это же прям инфо-цыганство в прямом виде его. Ну, типа, чем оно отличается? Так, давайте сформулируем, а что мы считаем инфо-цыганством? То есть, в моем понимании, это то, когда человек очень завышенно рекламирует какой-то продукт, немного обманывая ожидания. Ну, да. А в итоге продукт себе ничего не содержит. Не, ну, он может содержать что-то. Просто я не помню, честно, я вот сейчас там совру, если скажу, что это был скиллбокс, неважно, какой-то подобный скиллбоксу ресурс был, который тоже рекламировал компьютерную графику вовсю, что они там и учат ей, все такое. Ну, это не такой большой даёб, но в целом, то, что там было написано, что они учат спецэффектом, а не визуальным эффектом, но это, ладно. но там у самого преподавателя был рил собран, не рил собран, и рил в целом тоже был собран, и было написано, что он там работал над проектами, над которыми он не работал, типа, у него было написано притяжение, то же самое, а я спрашивал у нас в студии, типа, работал такой чувак или нет, его никто не знает, в принципе. Может, он где-то у 10-го вендора маску двигал. Да, может быть, он где-то там как-то через пятая руку пожатия что-нибудь делал для него, конечно, вот, но такого, чтобы он прям близко его как-то делал, такого нет. Ну, судя по программе, которая там была написана относительно, там, той же компьютерной графики, это чистой воды, просто инфо-цыганство, которое вообще ничего не имеет общего с там настоящим продакшеном или чем-то таким. Ну, и мне странно видеть, когда там в одной школе учат всему просто от компьютерной графики до вышивания. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Вот, мне кажется, это инфо-цыганство. Да, еще проблема была, опять же, вот пару лет назад, я не знаю, как сейчас обсудим, в том, что сложно пробиться, потому что они инфополе очень сильно занимают, не предоставляя хороший продукт, а те, кто хорошо обучают, настоящие люди, которые работают в студиях, сами студии обучают, они абсолютно, опять же, не занимаются медикой, не занимаются продвижением, поэтому нормальное обучение, хер найдешь, но его достаточно, и очень легко было попасться на какой-то подобный скам. Насколько сейчас это актуально? Вот сегодня, если ты приходишь в графику, насколько легко попасться на инфо-цыган? Как думаешь? Мне часто пишут всевозможные школы, я в целом стараюсь как-то отсеивать, то есть выбирать, кого рекламирую, кого нет, но скиллбоксов, кстати, рекламирую, какие-то бесплатные курсы, которые бесплатные. Это деньги, мы не осуждаем. Но я в бесплатных продуктах не особо вижу вреда, я понимаю, что они сделаны для прогрева на покупку каких-то платных продуктов, но в том числе на бесплатном тоже ты получаешь какой-то материал, и мне как-то приятнее его прорекламировать, например. Короче, когда есть возможность, в последнее время она есть, бесплатные же еще, как будто бы даже большее зло, потому что тебе на них ничего не рассказывают, тебя буквально открывают перед тобой программку и показывают там какой-то кубик, говорят, и прогревают, нет? Нет. Это же чистый прогрев. Ну, по факту приводится, да, но есть какие-то моментики, что типа обучающий материал есть. То есть я работаю с Видеосмайлом достаточно часто, мне кажется, у них прикольные курсы. Они не инфо-цыгане. Да. Да. Но у них есть бесплатный курс, я его постоянно рекламирую. Но там бесплатный курс, например, по созданию, так сказать, какой-нибудь модельки, то есть ты делаешь небольшую модельку, там экспортируешь движочек, например, а потом тебе говорят, ну вот, у нас есть большой курс по геймреди моделькам, приходи. Типа такого. Ладно, я опять представил скиллбокс, когда это говорил. Я стараюсь отсеивать, и бывают реально ситуации, когда тебе пишут чуваки и ты заходишь на сайт, и там работы учеников, и они настолько плохие, что потом, когда ты, например, думаешь, а как монтировать интеграцию, тебе даже вставить нечего, потому что ты понимаешь, что если вот это вставишь, когда говоришь про школу, ну это вообще её никак не красит. Но чуваки на серьезе кидают тебе эти примеры, говорят, что это вот шикарные. Я не помню, с кем у меня это было, не помню, что за школа, точнее, но у меня был какой-то такой момент, что я согласилась на интеграцию, а потом, когда мне начали кидать примеры работ учеников и говорить, что их нужно вставить, я прям не хотела их вставлять, я прям очень долго ругалась, обсуждала, говорила, господи, ну это же будет очень плохо. Зато это честно, я в итоге их вставила, и мне кажется, у них ни одной покупки потом не было. Потому что рекламируют курсы зачастую те чуваки, которые вообще не понимают сферы. То есть приходят вот эти СММщики, которым нужно продать, они пишут тебе какой-нибудь текст, ты пытаешься более-менее там сгладить углы, чтобы этого не было так в Сарате и продажно, а было, ну, более-менее адекватно. Но СММщики все портят, заставляют какую-то фигню зачастую говорить, писать. Но если они еще и рекламируют школу, которая ни хрена не умеет? В последнее время я чаще, например, замечаю чувачков, которые, так сказать, единичные, одиночные седжишники, которые делают свои курсы, и вот приходят, мне пишут, например, привет, вот у меня там мой канал, там, например, тысяча подписчиков на YouTube-канале, и они просят прорекламировать какой-нибудь их курс. Или у них, например, только телега, они просят прорекламировать их курс. И мне вот в такие моменты немножко тяжело, то есть, мне, возможно, морально проще прорекламировать скиллбокс будет, чем прорекламировать чувака, которого я вообще не знаю, он набирает на первый поток людей, у него там нигде особо нет аудитории, просто я не понимаю, что это. То есть, есть люди, которым, ну, скиллбокс, например, нравится, и которые, пройдя курсы, такие, да, там, типа, мне дали какие-то знания. Но, допустим, отправить к рандомному чуваку, которого я вижу первый раз, о котором я ничего не знаю, мне кажется, хуже. Но согласна я с тем, что в последнее время как-то меньше напора, что ли, стало. То есть, раньше... Скиллбокс хотя бы предсказуемо вода, а другой чувак может и в группу не добавить обучения. Да, то есть, может кинуть, например. Но стало полегче с точки зрения подачи, то есть, больше свободы как-то можешь... Ну, я, например, со своей стороны, если я пишу какие-то рекламные тексты, я могу прям нормально посмотреть, что я рекламирую, нормально своим словам написать, а не выдавать какой-то заготовленный текст. Это прикольно. И в целом, в подаче школ, как они себя позиционируют, мне кажется, меньше стало именно такой агрессивной продажи какой-то. Как будто бы стало полегче. У меня вот есть вопросики к некоторым, не знаю, телеграм-движухам. Я вижу некоторые воюющие кланы между собой. Давай мы ответим на эти вопросы. Задавай. Я вот видела, например, про Исаева всякие комменты. Я ничего про него не знаю. И я вижу, что, например, JS-центр, у них похожие курсы по направлениям, и они прям друг с другом очень конфликтуют постоянно. Вы что-то про это знаете? Там друг друга называют инфо-цыганами и все в этом духе. И они оба не инфо-цыгане, все верно? Я не знаю. Ну, они... нельзя с какой стороны посмотреть? Я не подписан именно на курсы Исаева, мне их реклама не попадается. На JS-центр канал я подписан. Мне нравятся новости у них смотреть, приятные ролики. Вот. А по поводу курсов, ну да, они... одних такой вайб смелый, агрессивный, молодой и немножко как будто бы завышенный. Вот. Опять же, не мне судить. Ну, это нормально. Нормально. По-другому не продашь. Ну вот, да, тут типа подход, мне кажется, к тому, что в какой-то момент ты понимаешь, ты хочешь больше продать или как-то, ну, в рамках того, как ты хочешь презентовать свой курс. И понятное дело, почему они все так делают, там, очень агрессивно, как-то такой агрессивный маркетинг, что мы там самые крутые, с нами только можно сделать. Если ты будешь говорить, что ты среднячок, ты это хер продашь. Давай так. Ну да. Это просто работает, поэтому все так и делают. Поэтому ты среднячок, но продаешь это как будто ты супер хай левел. Просто объективно есть кринжовые прогревы. И это, ну, не знаю, меня расстраивает просто, что люди так делают. Я не видела такого особо у CG-шников типа 3D-шников. Ну, вот мне не попадалось просто. Но я видела чуваки, которые под водой делают что-то, и у них прогревы, типа, выйти раз в две недели, ну, типа, ты не ведешь активную социальную жизнь, потом ты начинаешь выходить в сторис, рассказываешь, как офигенно тебе работать на твоей специальности, постишь вот так в сторисы денюжки, такой, типа, сидишь с веером, купюр такой, смотрите, за сегодня заработал. О, это вообще другой левел уже, да. И это все, ты там, не знаю, две недели активничаешь, рассказываешь, как тебе классно, вот машину купил, квартиру купил. А потом такой, а вот, кстати, мой курс, я там научу, типа, расскажу как. И вот это вот, это ужасно. Ну, это другого уровня вообще прогрев, тогда уж лучше пусть G-Centers греют, конечно. Ну, вот, это я к тому, что, ну, и такое работает, поэтому так делают, чуваки зарабатывают. но мне просто странно такое видеть, просто, ну, неприятно, что ли, как будто бы. Ну, это откровенные прогревы, да. Потому что в мои какие-то моральные рамки это не вписывается, вот и все. Если чувак такой, это мой самый лучший курс, там, бла-бла-бла, вот есть же, например, Best Blender курс, кажется, они же, Best Blender курс, и они прям позиционируют себя, как лучший курс, и все в этом духе, они активно там себя презентуют, там, наши ученики самые лучшие, там-то работают. Мне кажется, это вполне норм, если школа так себя позиционирует. Главное, чтобы, ну, были счастливые чуваки, которые выпустились. Опять же, скиллбокс тоже может у них пройти и быть довольным по итогу. Может, даже работу найдет. Да, еще заметил, чем дальше, тем больше пофиг на это становится. И такой, ну, 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 как человек, который рекламирует, мне это рекламирует, могу сказать. Эх. Да. Там еще интересная тема была, про которую мне интересно поговорить. Заебись, я сказал. Немного. Все еще лучше меня, все в порядке, не переживай. про СДВГ. Что это? Почему ты это туда добавил? Я знаю, я знаю. Сейчас, я пока ты не подключился, мы немножко разогнали. Она говорит, ну, я смотрела какой-то ваш подкаст, и вы там говорили, что вот, когда вы учились, вы учились по книжкам, и у вас не было информации, или по папирусу, у вас не было информации, вы могли на ней сосредоточиться. А теперь... Через 10 минут... А теперь, а теперь я рассказываю, а теперь ты качаешь 150 курсов с определенных сайтов, и ни один потом не смотришь. Тот факт, что ты скачал, он... Или купил. У меня просто были ситуации, я покупала курсы, и такая, ну, купила и купила. Зачем проходить? Почти научилась. Как-нибудь потом. Да, я уже заплатила деньги, значит, я научилась. Это реально большая проблема. Ну, у меня это очень комплексная тема с точки зрения и подхода к обучению, к тому, чем я занимаюсь, потому что даже мой контент, он пипец издвгшный с точки зрения того, что я делаю. Я то блендер делаю, то фотошоп, то 3D печать у меня идет, то у меня какие-то стримы, то какие-то развлекательные видосы, то какие-то более умные видосы про то, сколько там вообще, ну, типа, какие-то полезные, да, например, про заработок в CG-сфере. Если что, то после инфо-цыганской темы покажется, что это какой-то инфо-цыганский видос. Нет, я просто в примерной расценке рассказывала о видосе. Но ссылку на твой закрытый телеграм-канал вы найдете в описании. Нет, у меня там нет такого, у меня там только полезные видосики всякие, которые я считаю полезными. Они не приведут вас в геймдев, скорее всего, потому что я не гейм... мастер, не знаю, как это позвать. Ну вот. Короче, не важно, про этот телеграм-канал. Что-то ты меня сбил, блин. Короче, очень сложно конкретно мне на чем-то сосредоточиться. Мне настолько все вокруг интересно, столько всего классного вокруг. Не знаю, я смотрю, как что-то в Гудине делают. Я такая, блин, хочу. Смотрю, как что-то в Блендере делают. Думаю, блин, хочу. Смотрю, как в Фотошопе рисуют картинки. Думаю, блин, хочу. И мне все сразу хочется делать. И из-за этого я сижу, захожу в Блендер, пять минут там делаю что-то, потом такая, нет, пойду порисую в Фотошопе. Открываю Фотошоп, пять минут рисую в Фотошопе, потом такая, Инстаграм, абсолютно, то есть, возможно, это уже проблема, знаете, вот этого поколения моего, да, знаете, вот так скажем, когда мы вот в этих ваших тиктоках сидим, листаем вот эту ленту, у нас уже рассеянное понимание, реально сложно сосредоточиться на чём-то одном, и я замечаю тот факт, что я, например, офигеть, как быстро работаю, то есть, если мне нужно сделать какую-то задачу, там, какой-нибудь арт сделать, я очень быстро его делаю, но из-за того, что я каждые 30 минут засяду там в телефон, пойду в телегу, пойду ещё куда-нибудь, у меня это растягивается там на неделю, при том, что если я потом смотрю по таймеру, сколько реально часов я это делала, это будет вот столечко, и это очень странно, и это очень меня расстраивает всегда, я очень сильно переживаю и не знаю, как с этим бороться, но... Мне кажется, это в целом увеличение потока информации, мне вот на фильме «Аватар» очень не хватало какого-то маленького окошечка, где пластик плавится и можно залипать на это. Ты мог бы на телефоне это открыть. Когда какие-то длинные рилсы с пиздежом слушаешь, тоже не хватает, чтобы что-то на фоне во что-то, во вторую картинку в картинке залипнуть. Это мы понимаем. Блин, а для меня была загадка, зачем на каких-то тупых рилсах, где что-то там рассказывают, ещё какое-то видео есть, где режут мыло, и ты такой... Потому что ты слушаешь то, что залипаешь в эту хуйню. Да, ужасно. И когда начинаешь об этом думать, что реально у тебя такая фигня с головой, это обидно, что вот к этому всё пришло. Смотри, это можно называть мультизадачностью. Я вот видел это видео... Но второе ядро простаивает просто. Занято фантомно, кажется, пустое. В инсте я видел видео, где какой-то... Там даже не школьник, ну типа супермаленький человек, не карлик в смысле, ребёнок, сидел, играл на планшете в Fortnite какой-то или во что-то такое. Ну типа в какую-то игру играл на планшете. Там что-то нажимал быстро, и второй рукой он, типа вот, и двумя руками играет, и вторую руку убирает иногда, и листает рилсы в инсте. Что он делает? Блин, а я видел... Вот это такая мультизадачность. А мне попадаются сейчас видосы, где также два экрана, сверху разговор, и снизу какая-то машинка едет по какой-то карте, и звук от машинки, а не диалога. Ты видишь, как люди разговаривают, но у тебя звук и картинка от машинок вторая. Блин, это ужасно. Это реально мешает обучению какому-то сложно сосредоточиться. Как тебе даются длинные таски? Вот у тебя есть задача, большая, длинная. Смотри, она проработала в кино... Три месяца. Три месяца. Нас скоро ждет очень короткое кино. Да, будет просто... Ну, к счастью, я рад, что мне не придется аватар длинный смотреть, ебаный. Нет, я работала концепт-художником, я же, ну, картиночки делала. Я в основном пропсы делала. Ну, мне казалось, что я довольно быстро это делала. Был у меня, конечно, один таск, который я прям удивилась. Ну, учитывая, что я никогда не работала с этим, там, было из разряда, там, 10 версий, да, одной штуки. Я такая, блин, а сколько же их еще будет, когда мне это согласуют? Ты сидишь там, вертишь, крутишь, придумываешь еще 150 вариантов дизайна. Это было больно. Мне кажется, у меня тогда это на недельку растянулось, если не на две. Да, я к этому и сказал, что у тебя есть опыт работы на каком-то более-менее продолжительном проекте, ну, может быть, это был не один проект, но на более-менее продолжительных проектах, пусть там хотя бы и на три месяца, поэтому можно было понять, насколько тебе нужно окошко с плавящимся пластиком. Меня вот сейчас вернуло в мой проект, у которого сейчас версия рендера 76-я, по-моему. Как ужасно. Ну, это не мелкие версии, причем это прям такие добротные. Знаете, в этом плане, мне кажется, блогерство меня очень сильно избаловало, потому что, когда я делаю контент для себя, для того, чтобы, ну, сделаю какую-то работу, мне же не нужно перед заказчиком отчитываться, у меня нет правок на мои работы. Я сделала, сделала видос, у меня на видос, на мой, нет никаких правок, потому что, а кто будет мне их давать, я выкладываю, как хочу. Да, это же гениально, это же просто какой-то гений сделал это видео. Ну, конечно, не всегда я так думаю, но, да, типа того, то есть, ну, на свое нету права, просто зачем, я же, ну, сделала и сделала, да. А когда я начинаю работать с заказами, я иногда ловлю себя на мысли о том, что мне тяжело просто за счет того, что я вот просидела, мне кажется, я уже вложилась по полной в эту задачу, я прям постаралась на максимум, а тут приходит, типа, все переделай. И ты такой, блин, ну, я уже устал эту задачу делать, я новую хочу. Вот такая вот фигня. Я могу, то есть, собраться в какой-то момент и понять, ну, это работа, я могу переключиться и сосредоточиться, но морально мне уже сложно. То есть, вот, конечно, хотелось бы разнообразие, чтобы мне было правок, вообще было замечательно все. Вот, это, как мне кажется, должно привести к каким-то, возможно, новым методам дробления задач, поощрения за короткие задачи. То есть, на переформатирование задач, по то, чтобы ими было более интересно заниматься. Да, да. Потому что, если какой-то один нудный таск, которым ты постоянно переделываешь, доделаешь, мне кажется, это очень сложно. К мультизадачности, кстати. Я поняла, что мне очень сильно помогает план на день. Потому что обычно, когда ты делаешь дофига всего за день разного, тебе в итоге в конце дня кажется, что ты ничего не сделал, но оказывается, если записывать какой-то план и стараться им уследовать, то оказывается, ты много чего успеваешь. Это прикольно. Я вот этим балуюсь ежедневно. Меня это очень сильно радует, когда ты в конце дня смотришь, такой, ура, я там обработал три фотки. Везде галочки стоят, да. Да, да. И это помогает. Средоточиться, как-то себя хотя бы в рамках держать. Да, ты там на фоне смотришь, как режут мыло, но ты хотя бы что-то делаешь по работе. Это классно. Я, кстати, на мыло не залипаю. Я обычно какие-то видосы... Там его сначала продольными, потом поперечными режут. И потом кубики такие получаются. А еще пресс-машина большая, давит всякие штуки. Давит все. И новый уровень, где... Крюки кидают, да, и разбиваются. Нет, вот еще про пресс-машину. Там, где параллельно сейчас голова людей появляется, они пытаются угадать, либо они комментируют, понравилось им, как это сплющилось, или нет. И они такие, так, это будет плохо, это будет плохо. Если там стекло бьется, они такие, не-не-не-не, это мне не нравится. А если там что-то мягкое... Загадите лучше ко мне на стрим, и я стараюсь развлекать лучше, чем пресс. Может, в этот видос что-то вставить? Нет, там еще есть же эти крутые штуки, когда раскаленный шар кладут на все подряд. О, да, потрясающе. Вода выкипает. А эти приколы, когда пытаются угадать, какой цвет будет, если что-то смешают там, или сломают. Это круто тоже, да. Я бы так с породами собак хотел такой тикток. Очень долго будет его снять, но ты берешь две собаки, скрещиваешь их, и такой, что же будет? Но его долго делать. Если начать сейчас, если бы мы такому тиктоку уделили, Саш, в то же время, что мы уделили подкасту, у нас бы сейчас был популярный тикток про скрещивание видов собак. Саш, а ты не блочил? Все нормально. Он мне тоже написал. Его что-то выкинуло из чата, но я ему скинул ссылку, он зашел обратно. Ну, кайф. Мы за каждого боремся, индивидуальный подход. Каждый. Пожалуйста, и проверьте, не выкинуло ли вас случайно из нашего чата. Если что, напишите нам, мы вас добавим. Если что, это не тот пухлый чат, про который они говорили. Крутой, классный чат, там активные ребята, обсуждают штуки по CG. CG-чат номер один. Да, все молодые, красивые, и не устали от работы, все только радуются каждому новому дню в компьютерной графике. Вот видите, видите, позитивное мышление, оно на самом деле очень классно. Вот. Мотивация, позитив. Это правда. Стало же приятнее. Вот такие, вот у нас классный чат. Такие сразу улыбочки появились, сразу довольны. До этого какие-то были грустные. Не, нормально. Так, что-то я хотел. Я вот пытаюсь долго понять в сообщении, где Катя написала, что бедер лучший софт. Что такое бедер? Блендер. Я опечаталась, написала бендер. Что? Почему блендер лучший софт? Это жутка была. Ну, как? Не, я понимаю, я просто в целом про софт поговорить. Про софт, блин, попалась я на эту тему. Мне кажется, я уже в целом высказала свою мысль на этот счет, просто я не понимаю как раз вот этого хейта вокруг софта, например, какого-то обсуждения, что лучше, что хуже. Мне кажется, все прикольно, все интересно, и главное, как чувак в этом работает, и для чего он в этом работает. И как раз таки это к тем историям о том, что некоторые чуваки хейтят блендер, хейтят подобные штуки. Я защитник блендера, я считаю, что блендер классный. Просто потому, что это open source, который дает многим артистам возможность делать контент, не покупая какие-то лицензии, как это развиваться. Очень много гайдов, что очень классно для новичков, что понижает порог входа, потому что по факту порог входа внутри, мне кажется, сейчас очень, например, высокий. И что, ну, мы про ваши вообще вот эти вот киношки, геймдевы, я не знаю, мне кажется, невозможно сейчас просто так с улицы зайти, потому что даже послушав ваши подкасты, все они сводятся к тому, что почти все говорят, что я вот попал в 2008-м, когда брали за то, что я кнопочки умела нажимать на компьютере. А сейчас, чтобы Джуну попасть в студию, я не знаю, что нужно Джуну делать такого, чтобы его взяли в студию. Да ладно, это ладно, это вот эволюция. У нас же были на подкасте чуваки, которых брали в студию просто потому, что у них компьютер есть. Ну, у меня был компьютер. Вот, а сейчас такого нет, и как будто бы, когда появляется прикольный софт, по которому очень много гайдов и уроков, это понижает хотя бы планку входа в направление, и чуваки потом дальше уже могут интересоваться этим направлением активно. Поэтому, мне кажется, это классно. Потому что, когда все были всякие, не знаю, пиратские синимы майи, все равно, как будто, меньше бы людей устанавливали, потому что боялись там вирусы какие-нибудь на компьютер подхватить, еще что-нибудь. А сейчас ты качаешь бесплатный софт, классный, что-то в нем делаешь, прикольные картинки. А когда ты делаешь какую-то прикольную картинку? Да, это должно было привести к какому-то конкурентному рынку, где за приемлемую цену ты должен получать хорошее качество продукта. Но, ища новых артистов, каждый раз сталкиваешься с тем, что чуваки просто загибают цены и делают полное говно. Но это же не из-за блендера. Это не из-за блендера. Ну вот. Это из-за того, что в целом растет. Это про порог входа, скорее, наверное. Не очень понимаю связи. Как порог входа и загибание цен связанных? Сейчас порог входа довольно вообще высокий в индустрию. Наоборот, как будто бы очень легко вытавлиться. Много софта, много тут. Очень низкий. А как устроиться в студию? Вот в киностудии. Какое портфолио сейчас? Просто я к тому, что раньше нужно было на кнопки нажимать, и тебя бы взяли. А что сейчас? Какое у тебя портфолио должно быть, чтобы тебя так же взяли? Тут вопросики. Не знаю, надо спросить. Мне кажется, что сейчас, наоборот, сильно легче. Удивительно. Так, хочу послушать про это. Ну, наверное, у нас малоадекватные ответы, потому что мы всю жизнь, мы уже по студиям поработали, и нам это супер несложно. Ну, вам-то да. Ну, нет, больше не про это. Сейчас как будто бы есть такое, не то чтобы сильно точное понимание, но условное понимание у людей, которые там, не знаю, у студий, что такое джун, например, что такое там сеньор, или что-то такое. И понятнее, кого на какую позицию можно брать. То есть, например, в случае нашей студии, там, условно, В какой-то студии работаешь, напомню. В Мейнроде. Ну, которая Мейнроуд в Москве, а тут она Манки Рейв. Ну, по сути, у нас от джуна ничего не нужно, кроме того, чтобы ты знал, как примерно работает Гудини, как примерно работает Нюк, и в желании что-то делать. И вот вам напишут, любой человек, вы его возьмете? Да, вот как вы отбираете, вам же пишут дофигище. Ну, не то что, ну, сейчас не дофигище. То есть, никто не пишет в этом проблема, да? Я просто не понимаю. Я вижу очень много комментов про то, что люди не могут найти работу. Мне интересно, в каком моменте это такое? Я не знаю, где они ищут. А, профи.ру, конечно же. Ну, да. Типа, вот ты рекламируешь профи.ру, и они такие, блин, пойду искать. Ну, что? Нет, ну, в смысле, ты там искала себе этих... Фрилансеров. Ну, это же фрилансеры я искала, а не себе в студию нанимала. В моем понимании тоже, если бы я искала работу в студию, я бы не пошла на хэхэ.ру вообще и какой-нибудь профи, тем более. да. Не, я не могу сказать, что у нас какой-то там бесконечный поток людей, которые пишут нам, в смысле, в целом он не то, чтобы большой, а джунов там, ну, сильно мало. Ну, то есть были моменты, когда, не знаю, ну, в неделю несколько писем приходило, а сейчас сильно меньше. Как будто бы никто особо и не ищет работу по ощущениям. Вот с одной стороны... Они у меня в комментах ищут, короче, я поняла. Не, ну, может быть, они ищут не в кино работу, и, не знаю, есть такая штука, которую я достаточно часто вижу в последнее время, что пишут, ой, вот, мне нужно там подкачаться, чтобы написать вам, типа, чтобы прийти к вам на работу. Это, ну, похвально, что люди хотят подкачать свои скиллы, но в целом не очень релевантно в том смысле, что в любом случае, если ты туда приходишь не там суперопытным чуваком, тебе придется очень много учиться, чтобы понять, как работает это внутри студии. И даже, если у тебя там, не знаю, есть какой-то опыт работы в графике, но не в студии, все равно нужно понимать, что тебе нужно будет переучиваться работать в студии. И тут все, наверное, сейчас в студии понимают, что редко, когда придет какой-то готовый человек, который вот, пришел, сел, начал работать. Ну, то есть, и к нам приходили даже много людей, которые приходили джунами и нормально работали без особых каких-то супер, там, сложных, без суперсерьезных знаний в сложных софтах. Либо это ошибка выжившего. Отправили, потому что резюме, блять, оставить резюме это тоже скилл, если ты джун. Отправили резюме, там, не знаю, 50 человек устроился один. Ну да. И с одной стороны, с точки зрения студии, это звучит такой кейс, как, ну вот, мы легко взяли просто человека. А с другой стороны, другие 49 человек, они типа, да нет, нифига, это непросто, меня не берут. Ну, те 49 человек могут написать письмо в духе, там, без темы, письма, и где написано, я хочу у вас работать, и ссылка на какой-то файл, который там на мейл-облаке, где ты заходишь, и там две картинки каких-то лежит, и ты такой, типа, чего? Что мне с этим делать? И понятно, что такому человеку, ну, ты даже не понимаешь, с какой стороны начать коммуницировать с ним. Нам с тобой надо составить гайд, как адекватно написать в студию, если ты джун, или там, просто по-человечески пишите. Без приколов, это очень полезная штука, потому что... Я генерю идеи, пожалуйста, какая была первая? Я реально вижу эту проблему, люди не понимают, а куда, ну, то есть, я вижу ребят с классными там портфелями. Иногда проблема в том, что у чувака фиговый портфель, он везде пишет, и его, понятное дело, везде посылают, и ему никто не говорит, что у него фиговый портфель, это тоже проблема. Но есть люди с классными портфелями, и они не могут найти просто, потому что они не понимают, а как. Им говоришь, иди, напиши в студию, там, у них есть почта обычно там для вакансий. Они говорят, нет, меня же не возьмут, не прочитают, никого не берут. Саш, я предлагаю сделать стрим или серию стримов, где мы с точки зрения Джуна будем искать работу. Пытаться устроиться до работы. Давайте я вам скину свои работы, вы будете с моими работами пытаться устроиться. Тогда мы тебя устроим, да без проблем. Ну давайте, а я вот потом поеду релокейтнущий в Гереван, не знаю. А ты страну выбирай сразу, финально, которую... Блин, а куда угодно можете, да, типа? Ну мы в японские студии можем написать. Можем писать в любую студию. В японские студии, подождите, это интересно. Ну, нет, на самом деле не интересно. Я как-то ради... Интересная идея для видоса, типа, со своим портфолио, просто по приколу попробовать в студии подписать, что здесь кто-то есть. Я сейчас тогда шутерусь, а потом меня случайно опять устроить концерт художника. Вот, и мы с Сашей будем именно с точки зрения людей, которые разгребали такие письма, да, мы будем говорить, вот, вот мы зашли на сайт студии, мы смотрим описание вакансий, мы там ищем джунские вакансии. Вот у нас есть... Нет, это офигенные идеи. У нас есть вот такие вот работы, мы их выложим сюда, 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 делаем вот такие вот ссылочки, вот так вот это все оформим. Мы заранее будем понимать, что это джунские работы, что... Но это все надо будет просто грамотно преподнести, избавить текст от ошибок, хорошо сформулировать, ну, не писать чушь всякую, и вот это вот все. Саша. Блин, ну это очень классная идея, реально. Это хорошая идея, но есть один небольшой минус, что сейчас нет вакансий почти. Тем более джунских, ну, типа, если мы говорим про какие-то западные студии. Вот, а смотри, а когда нам ответят, это хорошо, что ты нам свои пришлешь работать, потому что нам потом надо будет зум-колы проводить. Они захотят созвониться, и тут нам уже твой аватар понадобится. Мой диппейк. Ну, или реальная персона. Кстати, это интересно. Звучит, как смешной контент, который потом смешно можно нарезать. Это же вау. Надо этим заняться, слушайте. Я думаю, да, можно этому вечерочку делить. Вот, продаем тебе идею за бесплатно. Спасибо. Не, я сам хочу тоже сделать, Саша. Подожди. Это коллаба, это не идея. Коллаба, окей. Окей, ладно. Готов. Что нужно делать? Куда писать? Да просто выберем, сделаем подборку студии. Окей. Прямо на стриме и начнем подбирать. Хорошо. Анонс. Долвоебы устраиваются на работу. Да, сиквел. А можно Долвоебы плюс один, и я вот смотрю. Да. Не хочу себя взывать. Все, все, смотрите. Я согласна, если нужно, так сказать, проспонсировать вас с моими работами и моими офигенными навыками английского, то... Только подбери работы джунские, которые не будут там, ой, знаете, я здесь джун, но здесь все хорошо вот сделано, прям три года уделено работе. Я не знаю, какие у меня портфолеры. Ну ладно, мы сами оберем джун. Устроили на джуна. Мы будем эксперты по джунским работам. Будем отбирать, короче, ладно. Кайф, кайф, кайф. Ну вот, хорошо, давайте сделаем это этой весной, все хорошо. У меня просто... Не так, смотри, подожди, подожди, сейчас я научу. Ребята, если вы хотите такой стрим, то пишите в комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и заходите в телеграм-канал CG Podcast номер один и пишите там в чатик, что вы хотите увидеть такой стрим. Четыре лайка и мы это делаем. Ну блин, ну ты все сломал, ну что ж такое, ну вот поэтому 10 тысяч подписчиков. Я пыталась вытащить это, пыталась. Ну хорошо. давай какую-нибудь, сколько у вас обычно лайков на стриме? Блин, теперь... Давай так. Вот сколько обычно, посмотрите, пожалуйста. Меньше, чем у тебя? Да у меня скачет же, тоже. На самом деле, это фигня, ты вот не напомнишь, не поставят, нужно напоминать про лайки. Блин. Это реально, это так работает. То есть они смотрят, они вот используют твой контент для того, чтобы себя порадовать, но потом забывают про лайк. Братцы, поставьте лайк, пожалуйста. Да. Пожалуйста, поставьте лайк. Последний, наверное, не очень показательный, там у нас... 240. 240 лайков. Я же сказал, 4 и мы делаем. На предыдущем 172, но это тоже очень много, как будто бы... Ну вот, 58. Ну вот, вот, смотрите, давайте так. 100 лайков, 300, ну, красивая цифра, 300. 300. Да. 300 лайков, и вот стрим будет. Я поищу вакансии, мы поищем жиловские работы, и сделаем стрим, будем сидеть писать. Кайф. К сожалению, стрима не будет. Нет, ну, это возможно, 300 лайков всего. Все, я заряжен, я заряжен. На 300 лайков. Ура. А еще мой взрослый организм заряжен. В другом смысле, мне надо сходить. На горшок. На горшок, я это сказал. Ну, давайте такое заканчивать. Мы уже два часа, с чем, на этой ноте. Вот было хорошее окончание подкаста, где Катя предлагала подписываться, вот все такое, типа, ставить лайки. Зачем? Зачем ты довел? Да, вот этого. У меня свои потребности. Все, большое спасибо. Я не буду его осуждать. На YouTube подписались, Patreon Boosty, на Patreon Boosty все на три дня раньше выходит, больше никаких бенефитов. И Telegram. Да. И лайк. Не будем с вами подписаться. Ссылки будут на все, там, на YouTube, на Telegram, Катя, на нас внизу, вот там вот. Но вряд ли тебе это принесет хоть одного подписчика. Если принесет хотя бы одного. Это будет прекрасно. Да. Вот. Все. Спасибо, ребята. Все. Было классно! Э-э-э! Середички. Пока-пока. Лайк не забудьте.